Вот за это вот у меня точно себя был глют, и все, просто ВНЖ мне не видать никогда. Всегда, когда смотрю видео с людьми, которые что-то рассказывают, думаю, да блин, я бы лучше сказала. У мамы была ситуация, что она сначала сказала, что я предатель. Это тяжело, тяжелая история. Говорить, не быть посаженной в тюрьму за белый листочек, да, на моем окне. Я плакала всю дорогу, до Стамбула почти. Когда у тебя даже приличных туалетов, сука, нет в твоей школе, то у тебя сразу создаётся впечатление о том, что что-то, наверное, нахер не так. Привет. Как тебя зовут? Откуда ты? Да, меня зовут Маруся, я не знаю, можно так. Я из России, сейчас живу в Сербии. А как получилось, что ты здесь оказалась? Как долго ты здесь? Ну, мы здесь уже 11 лет, родители приехали по работе и, собственно, мы здесь как-то уже обосновались и начали жить. А ты помнишь вообще Россию? Ты катаешься туда, вы зачем-то ездите или нет? Да, потому что у меня живёт бабушка в России, ну, как в Москве, и мы, когда вот была возможность, каждый раз, когда есть возможность, мы ездим, и уже в более осознанном возрасте я участвовала... Здесь есть русский дом, и там есть всякие конкурсы, и я достаточно много участвовала во всяких этих программах, и, то есть, я по России ездила, получается, вот. Здесь очень добрые люди, и здесь как-то не такой интенсивный и тяжёлый ритм жизни, то есть, всё как-то спокойно и размеренно. Здесь, на самом деле, очень хорошо работают какие-то культурные программы, например, театры и кинотеатры, я не знаю, опять же, образование здесь достаточно... Ну, ясно, что есть какие-то минусы в системе, но образование, на самом деле, очень хорошее, вот, и я не знаю даже, вот, поэтому... Быстро друзьями обзавелась, быстро изучила язык? На самом деле, я когда перешла в сербскую школу, я вообще не умела говорить, и мне понадобился месяц, сколько летнему ребёнку нужно времени, мне понадобился месяц, чтобы выучить сербский. А касательно друзей, в какой-то момент... За месяц ты выучила сербский? Ну, да, я по факту начала говорить, ну, типа, за месяц. Я не знаю как, но пришлось. Вот, а касательно друзей, в какой-то момент я, ну, уже в средней школе, я попала в круг общения, который достаточно... Ну, какой-то сказок, с которым у нас схожие интересы. И, на самом деле, очень интересно, что как-то с русскими ребятами мне в какой-то момент я понимаю, что мне тяжелее как-то выходить язык, потому что здесь подростки, они более открытые какие-то. И, в принципе, мне было очень интересно смотреть, но мне всё-таки, я считаю, что у меня преобладает русский менталитет, но плюс ещё я как бы здесь 11 лет, и вот это вот в войне как-то это всё, не знаю, ну, не знаю. А в чём ты видишь вот какую-то лёгкость и, например, сложность в общении с... лёгкость с сербскими, например, подростками и сложность с русскими? Ну, опять же, это к тому, что здесь люди более открытые, и они как-то более душевные, то есть даже если... они более подготовлены к общению, то есть даже если это человек, с которым у вас совершенно расходятся какие-то понятия, точки зрения, интересы и всё такое, то есть просто любой мужик на улице, я извиняюсь, но он в большинстве случаев, он просто будет открыт, у него будет желание просто поддержать эту беседу. И как-то вот легче найти общий язык. А в России люди, может, не знаю, они холоднее. Я люблю русских людей, но просто их видно, очень видно, как бы вот эта теплота, она очень, очень чётко, не знаю, понятно, что... Ага. Нету вообще. То есть это... ну, я не знаю, это очень редко встречишь, когда всё чётко, организованно и... ну, вот это, например, самый большой минус. Здесь, не знаю, ещё недавно мне телефон украли, для меня ещё суток... нет, на самом деле здесь не такой большой... ну, какая большая... называется, я забыла русский... не такой большой, например, порог криминала. Ещё, мне кажется, минусом то, что здесь, опять же, большой контраст между... как-то образованным и необразованным обществом, то есть... либо это суперобразованные люди, либо это люди, которые, ну, вот, видели... ну, как бы ясно, что они живут в деревне. Это не то, что что-то плохое, просто очень большой контраст касательно этого образования. До всей этой ситуации, к сожалению, всё-таки придётся напомянуть. До всей этой ситуации у меня был план поступить в России на актёрский. Но пока что этот план пришлось заморозить, поэтому... В Москву хотела? Да, либо в Москву, либо в Питер. Там, не знаю, ясно, что это первые два города, там, где ещё есть актёрские, там, филиалы... Сейчас какие у тебя корректировки, что думаешь? А сейчас я... я беру в год паузы, чтобы, там, подготовиться, заняться... Подготовкой, по факту, я бы поступала на актёрский тут, а потом, не знаю, на самом деле, потому что... Не знаю, всё-таки как-то хотелось бы быть в контакте и с Россией, и с Сербией. И плюс ещё как-то хочется, не знаю, посмотреть, что вообще происходит в других странах, Просто не с политической точки зрения, а как-то с культурной. Как бы это всё очень интересно. Поэтому у меня нет какого-то определённого будущего. Я только знаю, что на актёрский поступлю, а там возможно. Но до ситуации, которая случилась в 24-го, ты планировала в Россию, да? Да, да, я планировала в Россию. И, ну, как бы... Я, когда приезжаю, я чувствую себя холоднее, на самом деле, потому что по атмосфере как-то оно тяжелее. Но... Я не знаю, мне всё равно очень там нравится. Вот именно не как в туристическом... Не в туристическом плане, а как-то вот... Не знаю, я как-будто, ну, домой приезжаю пока. Не знаю, как-то там оно... Может быть, потому что там я детство провела, и оно так закрепилось всё. А ты всё это помнишь? Хорошо помнишь? Ну, так, да. Сколько там, до восьми, до девяти лет? Да, до восьми лет я там была. Но как-то на эмоциональном уровне я успела привязаться. А там родственников много, у тебя бабушка? Ну, у меня там бабушка, и бабушка, дедушка по папиной линии, и всё, собственно. Что бабушки говорят, зовут в гости, чтобы ты там жила постоянно? Да, конечно, зовут, там их сюда завёл. Ладно, сейчас посмотрим, кто переспорит. А они что, ну, типа, говорят, что, возможно, переедут в Сербию, или вообще не уедем из России никогда? Нет, они прямо на своём стоят, поэтому... Вот, видимо, мы будем ездить всё-таки. Окей, что хотела бы передать русским нашим зрителям, которые, возможно, семьи думают с переездами в Сербию? Может, вообще кто-то там, не знаю, остаётся, вот несмотря даже на всю эту ситуацию? Вот какое, может, пожелание? Ну, блин, всегда, когда смотрю видео с людьми, которые что-то рассказывают, думаю, да блин, я бы лучше сказала, сейчас понимаю, что нет. На самом деле я хочу сказать, что здесь язык, во-первых, по языку касательно языка, язык не очень легко выучить. Он не похож, но этого не надо бояться, и здесь, в принципе, на самом деле очень комфортно жить, и есть какие-то, может быть, ясно, там, культурные различия, немножечко это всё по-другому, но я не хочу сказать, что... Потому что я часто вижу, там, люди говорят, ой, как-то всё культурно, нет, нет, вообще не так, и мне кажется, нужно просто, если есть желание сюда переехать, то без каких-то либо предубеждений ехать, и здесь достаточно комфортно жить, и если что, может быть, работа, да, это может быть проблемно, но, в принципе, главное не бояться, и всё будет хорошо. Меня зовут Наташа, я из Санкт-Петербурга, в Сербии мы оказались, потому что мы бежали от войны 24 февраля, вот, в целом мы планировали мигрировать из России в целом с мужем, но в Канаду и до конца этого года, то есть мы уже все документы собирали, вообще всё делали, но случилась война, у меня муж военно обязанный, офицер с запасом, и мы как-то на этот счёт немножечко напряглись и решили, что нам надо уехать, вот, вариантов было особо немного, сначала нам предложили Польшу, Польша перестала выдавать рабочие визы и предложили Сербию, то есть переезжали по работе, компания перевозила, муж программист, и компания нас перевозила сюда. Да, компания оплачивала перелёт, компания выдавала деньги на релокацию подъёмные, ну, вот такие вот все вещи, ну, IT-компании, естественно. Ага, скажи, как давно ты здесь? Как давно вы здесь? С апреля месяца мы сначала уехали в Армению, потом мы уехали в Грузию, и потом, пока оформлялись все документы, когда всё оформилось, мы уже приехали в Сербию, вот. У меня вообще полностью была налажена жизнь в Санкт-Петербурге, и это был город, в котором мне было очень комфортно жить, и там вообще всё было у меня хорошо. Сначала, когда мы уехали, оно как-то начало забываться, перебиваться новыми эмоциями, и плохими, и хорошими, но я месяц назад съездила в Санкт-Петербург по делам, по бюрократическим всяким, и так получилось, что попав в эту среду, стало прям очень сильно плохо, вот. Ну, переезд — это никогда нелегко, релокация — это никогда нелегко, релокация эмоциональная и быстрая, когда ты за один день собираешь все вещи, буквально всю свою квартиру помещаешь в ящик и берёшь с собой по одному чемодану, тем более нелегко, вот. Но у нас получилось. У мамы была ситуация, что она сначала сказала, что я предатель, да, что в ночи, где-то в марте она мне писала, что мне там не жалко российских мальчиков, которые там погибают, и всё такое. Ну, понятно, какая у меня позиция по этому поводу. Мама поддерживает? Мама очень сильно поддерживает, ну, я её заблокировала в тот момент, у нас, в принципе, не было никогда тёплых отношений, но здесь случилось так, что они стали ещё менее тёплыми, вот. У меня все друзья очень классные, хорошие ребята, вот с ними было очень тяжело расставаться, конечно. А в целом, ну, у родителей, да, у родителей вот такая вот однозначная позиция, причём такая позиция почти у всех родителей моих друзей. Ну, то есть, у меня есть подруга, у которой отец смотрел видео, как в Сирии русские бомбят, там, людей, вот это вот всё. И он говорил, что, а чё твои друзья уехали, чё они не могут повоевать за родину, и вот эта вот вся история. Да, было жёстко. Ну, эмоциональное давление со стороны старшего поколения было сильно в моём случае. Вот, но, как правило, у моих друзей у всех такая ситуация. А бабушке и дедушке чего? У меня бабушки нет уже давно, дедушка у меня умер в сентябре этого года, его заразили ковидом в онкологическом отделении, в котором не должны были его этим заразить. В какой-то момент мир стал резко чёрным и белым, и появилось что-то резко отрицательное, что-то резко положительное, и как бы, когда твой родственник выбирает резко отрицательное, есть такие мысли, типа, ну, как так получилось вообще? Но, в целом, вот так. То, что ты не одна, то, что у тебя есть муж, это сильно помогает? Очень. Я не знаю, на самом деле, что бы было без него. Я, в целом, уже последние лет семь мы вместе. Вот. И у нас все такие сложные ситуации проходим и вместе, и да, это очень помогает. Наверное, если бы я была одна, мне бы было гораздо сложнее всё. Но сербы, по большей степени, очень добрые и гостеприимные. Они мне очень напомнили о Грузии на этом плане. Вроде как по улице ходишь, и все такие хмурые немножко. Но как только у тебя появляется какой-то контакт с сербами, они, оказывается, очень улыбчивыми, простыми, открытыми ребятами. Большое количество сезонных фруктов, потому что я в Питере даже летом ела только безвкусную клубнику. Вот. А тут очень много всего такого. Ну, в целом, для меня, скорее, больше минусов, чем плюсов от проживания в Сербии. Давай. Очень неприспособлен, вот Белград, казалось бы, столица, неприспособлен до жизни совершенно. Плохой общественный транспорт, через весь город пролегают шумные трассы. В этом плане вообще очень сильно некомфортно, я могу об этом бесконечно сказать. Вот. Без автомобиля здесь делать, ну, не то чтобы нечего, но функционировать достаточно тяжело. Учитывая, что летом здесь жара плюс 36 градусов. Это тоже, кстати, для меня минус, потому что я до мозга косею северянин. Вот. И вот так. Что ещё из минусов? Ну, высокое налогообложение при высоком уровне коррупции, как я уже успела это заметить. Но тут в целом для меня, как для россиянина, ничего нового не было. Что-то личное прям на опыте? Ну, не прям на опыте, но я уже успела пообщаться со многими сербами здесь, узнать о их внутренней жизни. И когда сербы рассказывают про проблемы, с которыми они здесь сталкиваются, они абсолютно идентичны оказываются тому, что происходило у нас в стране. Мне это не нравится совсем. Ну, типа, до банального даже я с этим столкнулась, когда я хотела уехать из магазина продуктового с огромными сумками. Они ради какого-то чиновника перекрыли дорогу, и не автобусы, никто вообще там не мог проехать. Это было прям долго. Вот. А до дома добраться пешком по мостам, по трассам, ну, как-то будет тяжело. Высокая арендная плата, всё такое, но это типа типичная история для Европы в целом. Но я скажу так, высокий ценник за кварплату и всякие такие штуки, которые не соответствуют качеству фу, которые здесь предоставляются. Ну, и в целом, из минусов, да, меня бесит то, что граффити. Мне не нравится то, что идёшь по каким-то красивым центральным улицам, просто абсолютно безвкусно разрисовано вообще всё. Ну, то есть вандализм в целом. Нас поставили новые мусорки рядом с домом, вот прям на моих глазах их поставили. И на следующий же день их просто вырвали с корнем. Кто вырвался? Зачем это было сделано? Они валялись там, побитые какие-то в округе там. То их даже себе не унесли, их просто вырвали. Их просто вырвали, как-то побили, искалечили эти бедные мусорки. Ну, типа, зачем? Вот это мне не нравится, да. А ещё у меня рядом с подъездом висит портрет российского президента. Прям вот я выхожу из подъезда, он там висит. И мы его пытались заклеивать, срывают. Я его зарисовывала перманентным маркером, сердечко на его лице рисовала. А он стеклом, короче. Его тоже стирают. Хотя помещение заброшенное. Это торговая площадь, прям как из подъезда выходишь. Типа, первые этажи, это торговая площадь. Но, несмотря на это, срывают, смазывают. Я думаю, хоть в Сербии я как-то от этого уйду. Но нет. В округе, вокруг российского посольства, влаги России и надписи «Сила в правде». Ну и буквы Z, да, там такие специфические. Но я знаю, что есть художница, которая ходит по Белграду и зарисовывает их до песочных часов. И вот в районе как раз посольства всё дорисовано до песочных часов. Я не планирую возвращаться в Россию. Муж у меня тем более. Он более радикальных взглядов в том плане, что в моём представлении можно приехать, если что-то поменяется, строить Россию будущего и вот это всё. То он уже настолько устал просто от того, что происходило, что он хочет для себя именно конкретно нормальной жизни. И не хочет больше ничего строить, ни во что такое вкладываться. Он хочет вкладываться в семью, в себя и, собственно, устраивать своё будущее. Наши планы – это собеседоваться во всякие канадские компании, ну, во всякие филиалы компаний, идти в Канаде и переезжать в Канаду. Ну, мы так и так хотели туда переехать, но вот сейчас немножечко просто по-другому переезжать будем. А почему Канаду? Расскажи. Ну, во-первых, это самая мигрантская страна мира, одна из самых мигрантских стран мира. То есть там нет, например, сформированного какого-то националистического движения, там, как в какой-нибудь Германии. Или у меня подруга живёт во Франции, и французы очень трепетно относятся к своему языку, к своей культуре, очень не любят чужаков. Они очень долго их принимают, например, такие вещи. Я не хочу с этим сталкиваться. Плюс там очень высокий уровень жизни, там серьёзная социальная политика. У меня есть представление о базовом ощущении безопасности. Оно складывается с хорошей медицины, с доступности этой медицины, с доступности разного рода другой помощи. И, на мой взгляд, когда я выбирала вообще место, куда переехать, Канада вот под все эти пункты подошла больше всего. Вот. Ну, плюс ко всему, у меня с ней такая любовь с детства. Типа, дедушка подсадил меня на хоккей, когда я была маленькая. Потом я нашла книжку про историю хоккея, узнала, что там есть такая страна Канада. Начала интересоваться про эту страну, и мне просто очень понравилась история. То есть это очень новая страна, она там от колонии, от британской отсоединилась всего лишь в конце прошлого века. Вот, она только растёт, она только вот как государство недавно начала существовать. Ну и, в общем, да, по этим признакам мне очень хочется. Круто. Если вы сомневаетесь, не сомневайтесь, потому что мне, мама моей подруги сказала одну прекрасную вещь, что вот ей сейчас 40 лет, и, ну, 40 с копейками, и она прожила офигенную жизнь, но она всё время ждала. Ждала, что всё наладится. В 90-е ждала, в 2000-е ждала, сейчас ждёт. Вот, и когда я сидела у неё на кухне, рыдала из-за того, что я не хочу уезжать, она мне сказала, блин, вот я прождала всю жизнь, это самое стрёмное, что можно сделать со своей жизнью. Вот. Езжайте и не думайте, пока молодые. Очень сложно переезжать, к этому надо быть готовым. Но если такие мысли есть, я считаю, что лучше попробовать, потому что вернуться можно всегда. Если вы не хотите никуда переезжать, то не надо никого слушать, и не надо никуда переезжать. В целом, придерживаться своих решений. После любого дождя выходит солнце, и я думаю, что в любом случае в России когда-нибудь всё наладится. Я бы не ждала в ближайшее время, и я бы хотела сказать, что сейчас ещё больше людям нужно надеяться только на себя, и не ждать ничего от государства, даже каких-то базовых вещей, типа качественной медицины, или хорошего уровня обучения. Надеяться на себя и знать, что пока вы живёте в России, у вас есть только вы. Если вы себе не поможете, то никто не поможет. Миша. Ирина. У нас история сложная, потому что я изначально переезжал в Чехию, и мы хотели переехать в Чехию вместе, но Чехии перестали выдавать визы россиянам, и из-за этого пришлось здесь обосноваться. Вот Ирина здесь пять месяцев, я месяц всего. Когда война началась, я ожидала свою визу, но они прям резко обрубили вообще какие-либо визы, и Сербия оказалась лучшим вариантом внезапного переезда именно в какую-то европейскую часть, то есть это не Армения с Грузией, куда и так уже перегружено было иммигрантами, а Сербия, где и цены на жильё не так катастрофически взлетели, когда я только переезжала, ну и можно было как-то выживать в целом. Да, ну я мог кататься из Чехии в Сербию, есть автобусы, их много, дешёвые. А ты, получается, катался туда и потом обратно в Чехию? Да, ну на выходные просто можно приезжать, автобусы вот примерно часов в 10, может немножко больше. Чехия так недалеко от Сербии? Да, тут всего 600 километров. Там самая большая проблема именно на границе, потому что между Евросоюзом и Венгрией. Там часто бывают пробки, можно там ставить 4 часа, можно ставить час. То есть ты никогда не знаешь, когда ты точно приедешь. Вот. Ты сейчас тоже приехал или ты уже с концами здесь? Нет, сейчас я уже здесь живу, месяц как прошёл. Мы недавно подавились на ВНЖ ещё, ждём решения. Я думаю, что будет положительное. Он открывал ИП, а я, соответственно, воссоединение семьи. Ну и при таком, несреднем, конечно, для россиянина доходе, но открыть ИП вполне возможно. Если ты удалённо работаешь, ты можешь продолжать работать на какую угодно организацию. Документы мы собирали где-то в течение двух-трёх недель, может быть. И само ВНЖ нам должны дать ответ в течение трёх-четырёх недель. Причём это дольше, чем обычно было до войны, потому что сейчас всё равно поток иммигрантов в страну стал больше. Вот. И потом неделю они вклеивают визу, и всё, собственно. Ты тут на легальных правах можешь, в каком угодно находиться, через пять лет можно и гражданство, собственно, уже получать. А после этого, вот после вклеивания этой визы, как-то можно путешествовать по Европе? Нет? Ну, это даёт преимущество в том плане, что можно делать Шенген здесь. Потому что если ты живёшь здесь без ВНЖ, то ты не можешь получать Шенген здесь, в этой стране. То есть тебе нужно ехать в ту страну, откуда ты родом, у тебя паспорт. А так, если есть ВНЖ, то можно спокойно получать любые визы здесь именно. Ну, мы, собственно, если честно, и не планируем до получения гражданства задерживаться в стране. Потому что, к сожалению, лично по моему опыту, в Сербии более пророссийские настроения. У нас позиция абсолютно проукраинская, и поэтому не хочется здесь задерживаться. Мы планируем поехать в Польшу, где будет больше возможностей тем же украинцам помогать. А в чём это выражается? Расскажи про российское. Ну, это просто... У меня работа удалённая, поэтому я мало контактирую с сербами, но практически каждый контакт. То есть это в такси, в кафе, ну, просто с людьми начинаешь разговаривать на улице, и, ну, говоришь им, вот я уехал, потому что я не поддерживаю Путина. И, собственно, начинаются вопросы в стиле, а почему, а он же так много для вас сделал, ну, и тому подобные вещи. Ну, у них просто страна с такой историей, где отношения с русскими что-то в стиле в XIII веке начались. Поэтому в теории можно понять, почему они так говорят, но мы не хотим находиться в таком обществе. Да. Ну, и здесь по Белграду везде нарисованы буквы Z, где-то есть арсийские флаги, так что, да, в этом плане здесь не очень приятно находиться. Вот. Ну, и в целом уровень жизни здесь низкий, то есть если сравнивать с более западными странами, с соседними странами, там та же самая Венгрия, допустим, или Польша, то там, конечно, намного лучше. Мы просто ещё живём не в Белграде, а в Новесаде, и даже между этими двумя городами чувствуется серьёзная разница. Расскажи, в чём, где комфортнее? Ну, это кому что нужно от жизни, тут больше всяких сервисов, больше мест... В Белграде? Да, в Белграде больше всяких сервисов, больше, вот опять-таки, мы пришли на поддержку украинцам, там что-то задонатить и так далее. Такого в Новесаде просто нет из-за того, что он очень маленький. Вот, а с другой стороны, при этом в Новесаде, опять-таки, информация для нового проезжающего, там можно спокойно снять квартиру на двоих в хорошем состоянии. 250-300 евро, ну, не катастрофическая сумма сейчас. В то время как в Белграде средняя цена, ну, наверное, ну, 500-600, да, в любом случае. Да, ну, есть ещё более мелкие всякие посёлочки, у меня были знакомые, которые пятером приехали, сняли, значит, этаж какого-то частного дома в посёлке и на пятерых платили 800 евро. Ну, вообще, какого-то разделить, то есть, сейчас из-за того, что искусственный курс евро, билеты из Москвы, из Сочи ещё, по-моему, не могут уйти. Не такие, как они были в начале войны, когда уезжали, когда уже уезжала я. Поэтому, ну, переехать, это не так катастрофически дорого, как кажется. Ну, именно в Сербии. Я жил в Чехии на момент отъезда сюда, и, конечно же, чувствуется разница в жизни, да и в целом грустно было уезжать, потому что там я планировал оставаться долго, там планировал учиться, но из-за того, что перестали давать визы, там возникли с этим сложности. Ну, вот, так что, ну, мне было грустно, но не так, чтобы катастрофично, то есть, чего-то ужасного я не испытывал, и сейчас, в принципе, я здесь кайфую. Здесь хорошая жизнь, довольно спокойная, у меня всё есть, так что всё окей. Я на момент начала войны уже где-то полтора года жила в Москве, но вообще я родом из Барнула, Алтайский край. И поэтому у меня уже был опыт переезда далеко от родного дома, и я не успела слишком сильно обжиться в Москве, просто вот, мы уже встретились, и всё. Вот, поэтому у меня не было каких-то прям страшных слёз от того, что я больше не вижу Москву и так далее. Единственное, что у меня котик остался в Москве, я очень сильно переживала, что его больше не увижу, и мы его только спустя три месяца смогли увезти. И, значит, война началась 24-го, 28-го я уже улетела, то есть, у меня было 4 дня, ну, всё про всё, собраться, уехать, и больше нервов было, ну, из-за этого, собственно, что я, на самом деле, не знала, куда лечу, я знала, ну, одно, я больше не могу находиться в России, просто из каких-то личностных соображений. Что родители говорят? Ой, это тяжело, тяжёлая история. Почему? Говорят, что... Они у нас у обоих прораст... Очень, да, да, да. Говорят, что... Предатели. Надо быть вне политики, что не надо никуда соваться, просто спокойно жить, а вообще в идеале нужно возвращаться в Россию, там всё прекрасно, там лучше, чем в любой другой стране мира. Ну, вот, всё такое. У меня чуть-чуть попроще, меня, по крайней мере, не говорят, что вот вернись в Россию, потому что там лучше всего. Они сами рассматривают такой вариант, как в старости перебираться хотя бы поближе к Сербии и так далее. Но при этом там старая риторика в стиле «Украинцы во всём виноваты», «Украинцы то, всё, пято-десято», хотя у нас у самих корни идут из Беларуси в Украину и у всех в семье. Поэтому это очень странно слышать. Первые, наверное, месяца два-три я ещё пыталась как-то часами на телефоне переубеждать, но сейчас я поняла, что это действительно промытый мозг, и это бесполезно уже. И хотелось бы общаться нормально, спокойно, но в итоге родители постоянно пытаются переубедить, свою точку зрения, так скажем, насадить, и это, конечно, мало при этом. Ну, мои, как только я что-то начинаю говорить, сразу давай не будем о политике и так далее, потому что как бы доказательство о том, что российские военные — это преступники, полный интернет. Поэтому, когда я начинаю выдавать какую-то информацию, я могу её выдавать часами, соответственно. И, ну, ватники не готовы это воспринимать, и поэтому мы практически не разговариваем об этом с родителями. После Москвы, конечно же, очень привлекают маленькие расстояния. Я жила до переезда в Берлёво, мне нужно было полтора часа просто добраться до центра Москвы, и ещё полтора часа, чтобы добраться ещё куда-то. А сейчас между Новисадом и Белградом мы сели на поезд, доехали за 30 минут, ну, по-человечески абсолютно. Так что, во-первых, это удобство, во-вторых, это погода. То есть кому-то не очень легко и радостно видеть плюс 35 на градуснике, и мне самой не слишком просто это переносить. Но я родом, опять-таки, из Сибири, поэтому я вспоминаю, что зимой могло бы быть хуже, если бы я была в России. И поэтому я очень ещё и зимой жду, понаслаждаться такой, ну, мягкой европейской погодой. Ну и потом, опять-таки, это возможность куда-то съездить. То есть мы вот, например, ну, опять-таки, между Новисадом и Белградом мы можем попробовать получить визы в Европу, поехать, опять-таки, там работать. И в Польшу, ну, мы на Польшу смотрим именно потому, что там настроение не пророссийское, там больше возможностей помогать местным, приехавшим, в принципе, и так далее. Но при этом там почему-то нет проблем с визами. То есть я сейчас могу спокойно получить рекомендационное письмо от польской компании и переехать как айтишник по Long Business Harbor. То есть там каких-то проблем с этим нету, и вроде бы знакомые говорят, что, ну, в принципе, тоже нет проблем. Продлиться, что-то еще такое сделать в этом плане. То есть по документам там нет каких-то подъяснений вообще, в отличие от того, что там и Чехия. Насчет настроений, ну, лично я придерживаюсь такой мысли, что если ты находишься, так сказать, на ненавистической стороне, то тебе везде будут нерады. Польша это, Сербия, да где угодно. Ты нигде не проживешься просто потому, что ты злой человек. Вот. А если ты, ну, стремишься помогать другим людям и вообще добро какое-то по жизни несешь, то все будет хорошо. Ну, там такая моя личная философия, поэтому лично, ну, я не боюсь больше ехать. Даже если я столкнусь с какой-то ненавистью, ну, мне не важно от кого, это не моя вина. Ну, никак. Про минусы что скажете? Какие минусы заметили для себя Сербия на Висаде, Белграде? Ну, опять же, пророссийскость общества. Ну, здесь не так плохо, как многие думают, то есть, ну, просто в Сфине часто демонизируют Сербию, что здесь абсолютно все за Россию, что все топят за Путина и так далее. На самом деле это не так. Здесь много людей за Украину, поддерживают ее, но, тем не менее, все-таки чувствуется, что значительная часть общества за Россию. Это первое. Второе – это низкий уровень жизни, то есть, здесь, так скажем, и плюс, и минус, потому что здесь очень дешево все, то есть, можно спокойно жить здесь на, ну, примерно 500-600 евро в месяц. Опять же, если это не Белград и не нужно снимать дорогую квартиру, то очень доступно получается. Ну, да, минус то, что, соответственно, уровень жизни достаточно низкий по сравнению с более западными странами, то есть, это неухоженные города могут быть, некая вообще такая вот неопрятность в целом тут замечается. Ну, насчет неопрятности, опять-таки, я здесь живу почти 5 месяцев, и она быстро прекращает замечаться. То есть, когда переезжаешь из Москвы, где каждый угол от пыли очищен, конечно, ты это видишь, но потом со временем ты привыкаешь к таких вещей, уже не видишь, что где-то там мусор валяется и так далее. Еще насчет минусов, ну, я бы... Ну, ладно, я лучше еще дополню просто. У меня просто постоянно спрашивают, сколько еда стоит от Монтарна, и я сравниваю... Ну, я не могу сравнить с тем, что сейчас в России, потому что я не знаю, что сейчас в России. Я сравниваю с тем, что было в Москве до войны, и мне кажется, что это примерно такие же цены. При этом абсолютно все фрукты, все овощи и прочие продукты местного производства, они будут гораздо дешевле. То есть, в самый пик, когда клубника, допустим, свела, ее можно было купить, ну, килограмм за 150 динар. 150 динар, ну, я к рублям не буду сравнивать, но это чуть больше, чем 1 евро. Ну, и в целом, еда есть очень вкусная, вот те же самые фрукты, овощи, мясо, все просто прекрасное, высочайшего качества. Сметана мне, кстати, тоже очень нравится здесь, я постоянно ее ем. Да, ну, вот как-то все равно, когда переезжаешь из-за войны, видишь одни плюсы в другом месте, потому что думаешь, ну, по крайней мере, я не плачу налоги в России, и они не идут на убийство. Здесь мы планируем оставаться еще несколько месяцев точно, пока я занимаюсь всякими документами для польской визы. Вот, потом, получается, мы планируем пожить в Польше, и, возможно, потом переехать в Великобританию, но пока это не точно, пока еще... Это очень далекие планы, пока что нам в Польше хотят переехать, и все. Вот, да, в России возвращаться пока не планируем. Вообще. С концами прям. Ну, мы об этом думали еще до начала всех событий, мы оба люди, которые любим попутешествовать, и... Как бы это сказать? Ну, российское общество не для нас. Может быть, когда Путин отойдет от власти, и весь государственный аппарат перестроят, то я увижу какое-то будущее в этой стране, но я переводчик, меня также интересуют, как бы, больше другие страны, поэтому мы не видим смысла оставаться в России. Родных посещаете в гости? Ко мне брат приезжал сюда, в мае. Как раз таки, как кота перевозил сюда, ну, и заодно с ним гуляли. А так, я постоянно зову своих родителей, но они не хотят никуда уезжать, потому что они боятся всего, всех стран. Ну, то есть даже, допустим, в Армении предлагал встретиться, они сказали, что нет, там небезопасно и так далее. А небезопасно в плане, что они говорят, там враги везде? Да. Везде враги, русофобия. Ну, у меня немножко получше в этом плане. Возможно, зимой приедет мама, там может быть и папа. Но все еще усложняется тем, что им сначала нужно из Сибири прилететь в Москву, а потом уже из Москвы в Сербию. То есть это, ну, дополнительные траты довольно-таки серьезные. То есть они не против того, чтобы приехать в гости или встретиться на какой-то третьей территории. Я, конечно же, очень сильно по ним скучаю, ну, в любом случае. Но, опять-таки, я до этого уже два года жила в другом городе, виделась с ними раз в полгода. Поэтому это не стало какой-то страшной психологической травмой, что я буду редко видеться с семьей. Я бы пригнал уезжать. Сербия для этого хороший вариант. Здесь достаточно дешево, здесь можно обустроить свою жизнь. Здесь много русских. То есть, в принципе, не так сложно найти работу. Даже если вы не знаете, наверное, английского языка, то тоже вполне себе можно найти. Даже если вы не знаете сербского, можно устроиться. Если вы знаете только русский, я постоянно вижу вакансии, ну, есть русский телеграм-канал о том, что нуждаются в русских мастерах, там, я не знаю, ноготков условно, русских строителях. Потому что, опять-таки, здесь огромная русская комьюнити, которая готова предоставлять рабочие места. Я сделаю небольшую самую рекламу, наверное. Я просто готова всем оказывать информационную помощь, как минимум. Мне можно написать и задать абсолютно любой вопрос. Даже если он покажется тупым вам самим, я с радостью отвечу на все. Насчет работы, переезда, жилья. Да, то есть, что знаю, как бы скажу. Но, опять-таки, я здесь приличное уже время. Какой-то опыт насчет визаранов, насчет получения ВНЖ, насчет перевоза животных, насчет того, где искать квартиры, насчет того, где покупать подешевле еду. Не знаю даже. Я готова по информационной, по крайней мере, помощь оказать. Вот. И еще... Да, просто попробуйте. Тут нет документальных проблем. Многие люди считают, что визаран звучит очень нелегально. Но это не так. Это очень простая процедура. Я ездила на него 4 раза уже, ну, пока не подалась на ВНЖ. Есть люди, которые на него ездят 9-10 лет, каждый месяц спокойно. То есть, можно абсолютно легально находиться, у вас не будет никаких проблем. Объясни, кто не в курсе. У Сербии и России безвизовый режим 30 дней. Поэтому раз в месяц необходимо доехать просто до границы, обойти пограничную будку, показать там паспорт, тебе поставят штамп, и все, ты можешь ехать обратно, ты абсолютно легально находишься там. Просто надо это вовремя делать. Даже если вы это сделаете вовремя, там будет 31 день, 32. Пограничники на это спокойно закроют глаза, спокойно поставят вам штамп. То есть, со мной такая ситуация была. Самый первый раз, собственно, когда я ездила. Было очень страшно. Но, тем не менее, я до сих пор в стране. И все, и обратно. И опять так 30 дней. И так просто надо ездить каждый месяц. Но это легальная процедура, спокойная. Ну, в целом, я могу добавить, что здесь государственные органы работают суперспокойно. То есть, вы это сразу видите, как приедете в страну, что здесь даже не будут смотреть ваш паспорт, не будут смотреть там вас, ничего не будут спрашивать, просто поставят там печать, и все, вы приехали в Сербию. Ну, и так здесь везде. То есть, мы когда подавались на ВНЖ, то нам там спокойно объясняли, что нужно доделать в пакете документов, что нужно донести. То есть, нет такого, что здесь очень строго в плане документации и вот всего этого. Но, опять-таки, даже если вы не знаете английский язык, это будет просто. Действительно просто, потому что сербский и русский, они очень похожи, и на пальцах вы сможете объяснить. Также процедура есть еще получения белого картона. То есть, когда вы приезжаете, вам нужно прям сразу идти в полицию и говорить, вот я такой-то приехал тогда-то, и вы получаете бумажку временной регистрации, которая опять-таки называется белый картон. Если вы задержитесь с этим на 4, на 5 дней, да хоть на неделю, вам опять-таки ничего не скажут, хотя по идее надо делать это первые 24 часа. То есть, все на Чиле, все очень спокойно. Вас не выгонят. Вам здесь только рады. Русский вы или украинец тоже. Потому что многие считают, что раз пророссийское общество украинцы, то надо выбирать какую-то другую страну, куда ехать. Но, тем не менее, когда я опять-таки прохожу делать белый картон, их там всегда очень много, и все спокойно все делают, им ни в чем не отказывают. Ну да, может, чайк же с Украиной, никто особо не жаловался на жизнь здесь. То есть, да, все окей для всех. В целом такая страна, что здесь всем довольно легко жить. Меня зовут Владимир Влахонский. Я из Петербурга. Как так получилось, что оказался в Сербии? Ну, полгода назад я, как и многие, вообще не предполагал даже мысли. У меня не было, что я окажусь в Сербии. То есть у меня могла возникнуть мысль, что я окажусь в Грузии, еще масса всяких разных вариантов. Но Сербия там вообще как-то вот не возникала. А получилось это так. Ну вот 5 марта ко мне уже второй раз за мою жизнь пришли с обыском. Вернее, за всю жизнь больше. И отвезли меня после этого обыска в следственное управление. Сказали, что я там, в общем, оформили на меня протокол о том, что я подозреваемый по делу о ложных минированиях. Собрались там ввести, в общем, в изолятор. Но что-то почему-то в изолятор в итоге не повезли. Отпустили со словами, типа, иди не хулигань больше. Я решил, что это, ну, уже очень толстый намек. Вот. И собрал там ящички быстренько, часика за полтора, и больше домой не возвращался. Как-то так. Ну, с мамой, конечно, тяжело, потому что она из дому особо не выходит, поэтому я с большими шансами лично, как бы, вот, больше не увижу. А так, ну, съездил на Исаакиевскую площадь отдельно. Тогда вот в день перед отъездом холодно было. Все там, прощаться-то. Меня так как-то этот ветер холодный подгонял, как будто езжай, езжай уже отсюда, говорит, значит. Вот. И, в общем, постоял там у медного всадника, посмотрел на эту, в общем, задницу бронзовую, медную. Вот. И поехал. Я сперва поехал в Узбекистан. Там, кстати, еще рекомендую Узбекистан. Вот. Я теперь всем говорю, это абсолютно бесполезно для большей части людей, потому что я никогда не поеду в Узбекистан по ряду обстоятельств там. Вот. Но, в общем, оказался я в Узбекистане сперва на три недели. Потом в Черногории, там, в Турции еще успел побывать. И, наконец, здесь. Здесь я в основном не заработал. У меня здесь есть работа. И я, в общем, приехал сюда в первую очередь по этой причине. Как бы с учетом того, что это не было так вот, чтобы прямо моим выбором вот я сюда не стремился, не могу сказать, что я как-то вот полюбил Белград за это время. Но здесь очень интересная, на мой взгляд, культурная жизнь. Здесь есть выставки всевозможные. То есть, это немножко вот похоже в этом плане на Петербург. Здесь тоже так такая вот обшарпанная, но культурка. Вот как бы вот так вот. И, в общем, интересно людей. Много разных молодежь всевозможная, очень разнообразная. Так что здесь, в этом плане здесь хорошо. В бытовом плане тоже вполне нормально. Здесь нет каких-то особых проблем. Жарковато немного. Но это я ожидал, это было, входило в планы. Не входило в планы, что я селедку нигде не могу купить, кроме Икеи. А так, ну это так, как это сказать, разговоры соевой эмиграции. История в том, что у меня по работе, работа в принципе моя закрыла все офисы в России. То есть, как бы мне в любом случае, если бы я хотел оставаться на этой работе, пришлось бы уезжать. То есть, это как-то так вот совпало, что называется. Что случилось, что это так совпало? Что мне пришлось уезжать и всем коллегам, по моей работе, тоже практически пришлось уезжать. Как так вот произошло? Вот. Ну и, да. То есть, я бы все равно уехал, даже если бы компания не обеспечивала бы никак релокацию. Я уже на самом деле до 24 февраля принял за несколько месяцев до этого некоторое стратегическое решение, что толку от меня в России все меньше и меньше, риск посадки все больше и больше. Ну и плюс, мама говорила, что чтобы я уезжал, потому что из тюрьмы я ей ничем не помогу. А так я деньгами вот помогаю. Мама даже сама говорит, что уезжай, уезжай. Да, да, это вот весь прошлый год она мне говорила, чтобы я вот быстрее уже уезжал. Наконец, я вот принял некое стратегическое решение, но вообще я собирался только в конце этого года уезжать. Изначальный план такой был. Спокойненько там собрать документики, оформить все эти релокации. Релокации, визы куда-нибудь в более, не знаю, как сказать-то богатое место. Ну, главный для меня, наверное, это политический климат, в том смысле, что здесь, ну, такая, в общем, путинская пропаганда сплошная, насколько я понимаю, в СМИ. Люди, в общем, в нее верят, как и в России. Они здесь, по-моему, Путина любят даже больше, чем в России. Вот. Это главный, пожалуй, минус для меня. Чем это выражается? Ну, если спросить кого-нибудь на улице про то, что они там думают, что вот они будут говорить, что они поддерживают Путина, там, если с кем-то вот познакомиться случайно, не там, по политической какой-то кусочке, то тоже как бы люди будут удивляться, что как я могу быть русский против, там, Путина. Он же так много для России делает и вообще не это самое, не поддается Западу и вот это все. Других каких-то существенных проблем здесь для меня нету. Вот чтобы именно они были сколько-то существенными, я не знаю, что тут может быть и химикат. Ну, говорят, зимой здесь воздух где-то плохой в каких-то районах, но я посиделся там, где все хорошо будет. Вот. А так мне в целом нравится интересная архитектура, не только какая-то вот, как это сказать, старая, но и более современная, югославского периода, такая брутальная такая, ну, кто там, может, видел ролик Варламова, где там какая-то много есть, мне она даже нравится, в общем-то, много интересных именно зданий, они все разные, то есть, в отличие от того, что у нас, что у нас вот эти вот, как это называется, районы Хрущевок и Брежневок, там все дома типовые, то есть, там есть, не знаю, там 20-30 серий, из которых там 7 сильно популярные, и вот большинство домов такого рода в Петербурге относятся там к 7 различным типам. А здесь вот, может быть, как бы вот в одном, то есть, найти в двух разных кварталах какие-то одинаковые между собой дома мало реально. Насчет возвращаться, когда, куда, зачем, естественно, что если говорить про какой-то такой вот мои представления о реальности, основной, так сказать, вектор, то, скорее всего, где-нибудь через годик я отсюда перееду куда-нибудь в Берлин, а лет через 5-10, когда в России режим Путина окончательно накроется, вернусь туда. План такой пока, но это как бы такой план, что я, может быть, я за это время, не знаю, познакомлюсь с знойной балканской женщиной, решил никуда не уезжать из этого прекрасного любимого Белграда, что здесь все шикарно вообще, я люблю сербов, я люблю Сербию, там, не знаю, я всех люблю, даже военных преступников, сербских обожар, они герои, вот это все. Вот, мало ли что со мной тут произойдет за это время. Если думаете насчет переезда, ну что, переезжайте, что я тут могу сказать. Ну, в Сербию рекомендуешь? В Сербию, ну, как бы здесь сразу все начнут спрашивать, а почему в Сербию? Вот как бы не рекомендую, потому что все вокруг начнут спрашивать, а почему в Сербию? Ну, в Узбекистан ты рекомендуешь. А в Узбекистан, да, рекомендую, потому что там ты сразу скажешь, там у тебя есть четкий ответ на вопрос, почему в Узбекистан, ты сразу говоришь, плох. И все понятно. А как бы, ну, не знаю, Плесковец это не то, ребят, не то, вообще не то. Вот как бы, вот за это вот меня точно сербы убьют здесь, все, просто. ВНЖ мне не видать никогда. Я оскорбил Плесковицу, все, в счет. Беда, катастрофа. Все, пошел собирать вещи в Сараево. Не поминайте лихом. Привет, я из Карелии, из Петрозаводска. В общем-то, в Сербии оказался, потому что, ну, можно сказать, прежде всего, по экономическим причинам, потому что я не могу получать теперь деньги в России со своей работы. Я разработчик, как бы, работаю на компанию Великобритании, поэтому очень тяжело было бы продолжать получать деньги в России. И я знаю коллег, скажем так, из России, которые не уехали до сих пор, и которые пытаются там сейчас деньги получать. Куча проблем с этим. Вот, я, как бы, скажем так, в некотором виде, в некотором роде это предвидел, и поэтому, можно сказать, заранее переехал. Ну, и в целом, вся эта ситуация достаточно сильно напрягает, и хотелось как-то абстрагироваться от нее. Абстрагироваться можно только, наверное, адекватно, только одним способом, это уехать, вот. Ну, я это так вижу просто, по-другому никак. Компания как-то помогала с переездами? Она как-то вам способствовала? Вот здесь, к сожалению, хочу сказать, что нет. Вообще не было никакой поддержки от компании. Единственное, что было, это в определенное время, то есть это февраль, апрель, февраль, март, апрель, наверное, да, вот так. Февраль, март, апрель. Компания сказала, что любые отгулы, которые, ну, типа, неоплачиваемые сотрудники берут, они будут оплачиваться. Наверное, только вот так помогла, да. То есть у меня там был отряд гулы, как раз-таки, которые я там на перемещение брал, то есть на перелет и так далее, на все вот эти вещи. В остальном никакой поддержки от компании не было. Но многим помогали с переездом. Многим, да, помогают. Возвращали, типа, за билеты. Так получилось, да, так уж получилось, что не в нашем случае. Не в нашем случае, в нашем случае не помогали. Ни с документами, ни с бумажками, ни с логализацией, вот. Не даже там с деньгами, с жильем, вот. Сложно было улетать по финансам, по моральной составляющей, бросать близких? Тяжело, в принципе, было принять решение, чтобы уехать. У меня была вот такая ситуация, то есть я где-то недели три уже думал о том, что вот надо уезжать, надо как-то спланировать отъезд, надо как-то свои дела все порешать в стране и прочее, прочее. То есть и я ничего фактически не делал, ничего не мог себя заставить сделать. И пока я не взял билеты и четко не определился с датой отъезда, пока вот этого не сделал, я так и продолжал, то есть, ну, как-то сказать, бездействовать. А когда, собственно, взял уже билеты, проще как-то дело пошло. То есть я уже знаю, что я уезжаю в это время. И на самом деле, на самом деле, изначально я вообще планировал в Армении оставаться. Вот так вот получилось. Я планировал в Армении остаться, не знаю, насколько, то есть мы еще планировали как бы с другим другом вместе в Армении пожить, там может поработать и так далее. Но так получилось, что мой друг, тоже еще один мой друг, он приехал в Сербию. И буквально вот в то время, когда я взял себе билеты, позвонил мне и сказал, что давай в Сербии, может, тут чего-нибудь намутим. Я подумал, что всегда проще, когда у тебя есть какие-то знакомые, друзья, то есть твои там родные, так скажем, где-нибудь. Поэтому я решил переехать в Сербию. Ну, наверное, это одна из таких основных причин. В принципе, мне было, ну, мне было не сильно важно, в какую конкретно страну, то есть уехать. Мне более важно было себя чувствовать как-то там в безопасности и, опять же, абстрагироваться от ситуации, как я и сказал. Вот так, наверное. А родные что, переживали или не переживали? Мама, родители, что? Ну, родные больше поддерживали, я так скажу. То есть не было такого, чтобы вот, что ты уезжаешь, а что ты нас бросаешь. Такого не было. По финансам, что расскажи, дорого это стоило в то время, когда переезжал? В то время, когда переезжал, ну, могу сказать одно, то есть сам релокейт, то есть там билеты до Армении, с Армении билеты до Сербии, в Армении там хостел, здесь там жилье, то есть на первое время, наверное, 1080 все это, вот так. Рублей, на то время это было так. Сейчас не подскажу. Могу только сказать, что здесь квартиру вот снимаем на двоих с другом за 450 евро. Ну, потому плюс квадрата за два месяца вышла 9 тысяч динар. Это как 4,5 тысячи рублей примерно. Вот, все. Недорогое все на жилье тут? Или вам повезло? Не знаю, повезло ли нам или не повезло. В принципе, как бы мы не снимаем какое-то люкс-жилье, да, но при этом оно вполне себе адекватное и нормальное. И, опять же, мы снимаем жилье на двоих. Но, в принципе, ценник адекватный, хочу сказать. То есть, например, в Питере примерно за такие же деньги, насколько я помню, снимается жилье. Если брать в расчет не какую-то там совсем окраину, а какой-нибудь нормальный район, то есть с 10-минутной доступностью до метро, то, наверное, в принципе, ценник соизмерим. Ну, тем более, с учетом текущего курса уж точно соизмерим. Сербию ты выбрал, потому что у тебя тут друг? Да, потому что не один, потому что есть с кем общаться. Можно как-то вдвоем свои проблемы тоже решать. Ну, собственно, что мы и делаем. Скажи, давно ты тут? Я тут в 3 апреля. Что расскажешь про Сербию? Что тебе тут нравится? Какие плюсы для тебя? Мне тут нравятся люди. Они достаточно приветливые, гостеприимные. Никогда не слышал, чтобы нас там в каком-то плане, не знаю, задирали там по поводу вот этих вот политических всяких ситуаций, которые сейчас происходят. В основном люди все адекватные. У всех свое мнение, но, насколько я заметил, преобладает что-то такое среднее. Ну, то есть, люди в основном, как бы, такие вещи говорят, что политика все это грязь, а мы, собственно, люди, можно сказать, одного народа. То есть, там, сербы, русские, украинцы, белорусы. То есть, там, да, вот, что мы как один народ на самом деле, и политика эта вот нас вся только разделила. Ну, то есть, вот какое-то такое мнение преобладает в основном. Я бы так сказал. И есть здесь, на самом деле, тоже и те, кто поддерживает ситуацию, кто-то поддерживает Путина. Я думаю, то есть, это не секрет. С другой стороны, я не заметил, чтобы это как-то людям крышу сносило. То есть, все равно здесь какая-то присутствует аура уважения другого мнения. То есть, да, если я с ними не согласен, то я не обязан ничего доказывать, и могу спокойно свою точку зрения выражать. То есть, так здесь все люди действуют, по сути. Здесь достаточно вкусно, здесь недорого, здесь очень большие порции. Здесь обычно никогда не нужно заказывать, там, первое и второе себе, потому что с первого точно уже порвет лицо. Окей. Что скажешь про недостатки, которые ты заметил? Наверное, для меня климат – это недостаток. Потому что слишком жарко для меня. То есть, здесь буквально уже где-то с середины апреля, наверное, уже слишком жарко для меня. Вот. То есть, весь май было очень жарко. Сейчас вот середина, примерно, июля. Постоянно жарко. То есть, кондиционер дома практически не выключается. Из-за этого, как бы, ну, тяжело там ходить куда-то, гулять и так далее. По поводу того, что захочу ли я, в принципе, приезжать в Россию, то сто процентов, наверное, да. Потому что там друзья, там знакомые, там близкие и так далее. А вот по поводу, захочу ли я снова жить в России, я не знаю. То есть, это неизвестно, то есть, непонятно, как повернется ситуация, как это все устаканится, не устаканится, куда это все пойдет. Пока это неясно, то есть, нельзя такие планы строить. Пока в Сербии, получается? Ну, пока вот в Сербии остановились. Год, два, сколько? Не знаю, ну, год точно, я думаю. Год, я думаю, вообще точно. Тем более, что мы уже визу тут получили. Когда мы получили? Ну, в июне, получается. В июне мы получили визу, значит, до следующего июня я имею право здесь находиться. Не выезжаю. Так что вот. Сложно с этим тут? Именно с документацией, с бухгалтерией, с макулатурой и прочее? Слушай, честно, если, насколько я понял по моему личному опыту, мы все-таки нанимали человека, который нам помогал этими вопросами заниматься, то есть, вопросами легализации, да, но при этом настолько все долго ощущается, да, то есть, действительно, как-то долго все ощущается. То есть, все эти обработки бумаж, все эти формальности, документы, которые могут попросить, которые могут не попросить. Здесь, вот, с бюрократической точки зрения, наверное, плохо все-таки, да, больше, наверное, больше плохо, чем хорошо, вот так, скажем, с бюрократической точки зрения. Да и, в принципе, есть здесь такой момент, что сербы, они, в принципе, такие, ну, весьма неспешные люди, там, да, здесь, как бы, сфера услуг, я бы сказал, она не настолько сильно развита, как вот в той же самой России, да, то есть, например, те же самые банки, здесь приходишь, в банк нет электронной очереди никакой, то есть, люди стоят просто, вот. Возможно, для русских это дико, там, не знаю, но, насколько я вижу, население местных с этим проблем не испытывает никаких... Что хотел бы передать нашим русским зрителям, которые посмотрят нас из России, возможно, которые хотят переехать, они могут определиться со страной, что сказал бы насчет Сербии, может, сюда переехать? Ну, я бы сказал так, если прям действительно хочется переехать, то Сербия это хороший вариант. Здесь хорошо относятся к людям, то есть, как это ни странно, к русским хорошо относятся. Здесь, наверное, даже на каком-то государственном уровне к русским повышена лояльность, то есть, да, были здесь моменты, в которые, так скажем, российское гражданство нам решало какие-то вопросы мелкие, скажем так, какие-то неурядицы. Пожелания, может, еще какие-то просто русским зрителям? Пожелания держаться, не сходить с ума, читать поменьше новостей, но держать в курсе событий все равно. Меня зовут Даша Капитонова, я из Москвы. Оказалось, в Сербии я по работе. Вот, живу здесь три с половиной месяца на данный момент. Почему именно Сербия? Потому что мне нравится эта страна, я здесь уже была, здесь у меня живут друзья. Вот, и когда я здесь последний раз была год назад, я подумала, что, наверное, я хочу сюда приехать пожить, просто понять, приживусь, не приживусь, но я не думала, что это случится в таких обстоятельствах, в которых это случилось. Можешь сказать, что тебе понравилось, про плюсы для тебя, которые тебя привлекают в Сербию? Ну, наверное, нельзя брать Сербию вкупе. Я беру Белград, потому что он достаточно сильно отличается от всей остальной Сербии. Если там съездить в ту же самую субботицу, это немного другой вайб, это такая, ну, не скажу, большая деревня. Вот, но там совершенно другие люди. Если мы говорим про Белград, то он классный, он прогрессивный, но при этом он небольшой, он камерный. Вот, через какое-то время у тебя появляется ощущение дома практически везде, потому что куда бы ты ни пошел, ты в целом встречаешь знакомых. Вот, ты себя везде комфортно чувствуешь и безопасно, что важно, чувствуешь, потому что я всю жизнь жила в Москве, и я не испытывала такого чувства безопасности. А в чем это проявляется? Да даже в том, как я, я не знаю, ты вечером гуляешь. Опять же, я девушка. Возможно, я, конечно, немного накручиваю себя, но в Москве было достаточно много прецедентов, когда тебе свистят, тебе кричат, при том, что все говорят про специфический нрав сербских мужчин, да, здесь такого отношения ни разу не чувствовалось. Сторон темпераментности или чего? Да, да, про то, что они горячие, очень любят спорить там и так далее, тому подобное. А свистывание и прочего так не наблюдала? Ни разу. И отношения, оно суперрадушное со стороны сербов в целом, как народа. Безопасность, цены, как тебе тут? Ну, сложно судить про цены с нынешним курсом, потому что непонятный, нестабильный рубль, но если про жизнь, то мне кажется, что здесь очень комфортная жизнь. Про плюсы окей. Что про недостатки для тебя? Ну, наверное, главный недостаток это куда меньше прогрессивность в плане какой-то бумажной волокиты, да, типа банки, местный МФЦ, тебе приходится заполнять это все от руки, долго-долго очень ждать, приложение банка, которое не работает по выходным, потому что у них выходные, вот. Но опять же, к этому можно привыкнуть, я бы не сказала, что это грандиозный плюс, это доставлять некоторый дискомфорт в начале жизни, да, здесь. Что еще? Ну, медленность, наверное. Здесь это город slow life такой, и, ну, темп в десятки раз ниже, чем в Москве. Сложно адаптироваться? Сложно. Первое время было очень сложно, особенно когда ты работаешь с сербами, ты просто такой, вау, типа, ничего себе, одну задачу можно делать четыре дня. Окей. Скажи, пожалуйста, я сейчас тебя забрал на очень интересное мероприятие, где люди собираются к пробежке. Ты, как организатор, можешь подробнее рассказать, что это? Да, это ребав. Вот. Это такая гражданская инициатива. По сути, это была сначала инициатива моя и моя подруги Кате, потому что мы сидели и думали, то, что, блин, мы здесь живем, мы живем в безопасности, и даже я бы сказала в каком-то информационном пузыре, потому что в целом серб они классные, добрые, открытые к помощи, но нет такого, что они рвутся помогать, или вообще информированы о том, что сейчас происходит в мире, в частности, военная операция на территории Украины, и есть организация, которой, мне кажется, очень важно помогать, нужно помогать. Это организация Helping to Live, которая помогает в эвакуации украинских беженцев и украинских жителей с территории, где проходят боевые действия. Ну вот, и, соответственно, мы решили сделать первое мероприятие. Это был своп, обмен вещами. Соответственно, люди приносили свои лоты, и эти лоты можно было купить за донат. После первого мероприятия к нам присоединились еще ребята, совершенно разные дизайнеры, художники. Это не первое мероприятие? Это второе мероприятие. Вот, и мы решили его делать мультиактивным, где каждый найдет что-то для себя. У нас сегодня были активности для детей, у нас сегодня был забег для детей тоже, и для взрослых, йога-класс, и у нас был маркет, на котором тоже можно купить разные лоты за пожертвования. Вот, и все вырученные средства, опять же, идут в организации хак-класса. Вот и все. Я в любом случае поеду в Россию, потому что это, ну, как бы, из песни слов не выкинешь. Я россиянка, и я из России, и там моя неотъемлемая часть жизни находится. Я в любом случае туда поеду. Я вижу свою жизнь в ближайший год-два в Белграде, дальше, дальше. Кто знает? Получается, получается гражданство, учить язык? Ну, я учу язык, да, активно. В Россию в гости или как? Ну, в гости, да, у меня там собака. В любом случае, мне ее сюда надо перевозить. Сложно с этим? Очень. Очень сложно, потому что AirServia не летает с большими собаками, только в багаже по карго. Можно через Турцию, но Турция в красной зоне по бешенству, очень много сложностей. Я уважаю выбор каждого, вне зависимости, там, человек уезжает или остается. Просто, типа, не говорите мне про кого плохо, делайте добрые дела, помогайте друг другу, потому что нет людей, которым просто. Сейчас. Вот и все. По твоему мнению, Сербия хороший вариант для переезда? Смотря для каких целей. Ну, как бы, мне очень сложно судить безотрывочно от чего-то. То есть, у тебя должно быть здесь что-то, я считаю. То есть, есть вариант переезжать в никуда, но для меня, я такое даже никогда не рассматривала. Для меня это, наверное, слишком сложно. Когда у тебя есть что-то, хоть такой маленький якорь вокруг чего-то можешь выстраивать свою жизнь, это куда проще. Типа, друг, работа? Работа, не знаю, вторая половина, все что угодно. Привет, меня зовут Егор, я переехал в Сербию 10 дней назад, да, наверное, 10 дней. Получилось очень просто, после 24-го числа я понял, что в России жить больше не смогу, наверное, и перебрался сюда. То есть, 10 дней назад из России сразу сюда? Да, ну то есть, я готовился к переезду какое-то время и приехал только 10 дней назад. Можешь сказать про это подробнее, как готовился морально, собирал, готовил своих родственников, что отъедешь? Нет, на самом деле подготовка больше заключала в себе возню с документами, с каким-то имуществом, то есть, просто какая-то подготовка базы, накопление денег каких-то, чтобы здесь как-то прожить, потому что тоже нужно будет перестроиться на здешние рельсы, снять квартиру, вот это вот все, это какие-то расходы, вот, поэтому, ну, это все нужно было как бы тщательно спланировать, прежде чем ехать, но у меня, как это сказать, у меня есть небольшое преимущество, потому что я уже в Белграде был, и не один раз, и я знал, куда я еду, вот, раньше, как бы, когда я сюда первый раз приехал, в принципе, я своей жене сказал, что давай, давай останемся здесь, кажется, это то, что нам нужно, вот, потом у нас как-то долгое время это не получалось, потом мы поговорили и решили, что там для моей жены все-таки комфортнее оставаться в Петербурге, вот, а уже после 24-го числа она ко мне сама подошла, сказала, что, слушай, давай уезжать, и, кажется, Белград это классный вариант. Вы вместе переехали, естественно. Ну, она приедет чуть попозже, и нужно закончить кое-какие дела в Питере, а я сюда приехал документально оформиться, и, ну, ну, все бумажки сделать, все тут настроить, снять квартиру, вот это все. Скажи, что с родственниками, что с друзьями, как прощался? Ну, со всеми была какая-то последняя финальная встреча, в принципе, ну, каких-то эмоций сильных не было, потому что все все понимают, вот, и в том числе, наверное, и мои родственники понимают, какие-то причины следственной связи у них работают, вот, а друзья, в принципе, в большинстве своем как бы разъехали, да, то есть у меня не очень много людей, из тех, кого я считаю близкими друзьями остались в России сейчас. Скажи, у тебя тот случай, что ты на свои личные средства тебе не помогали с переездом там твоя компания, твоя работа? Нет, мне помогут только одним, что я смогу, как это сказать, заключить договорные отношения с компанией, с нашим европейским офисом, и это даст мне возможность здесь получить ВНЖ, но мне никто не снимал квартиру, никто не купал билеты на самолет, это все мое решение, вот, у нас официальная релокация, она как бы в другую страну, это мое решение было приехать сюда. Последний раз я тут был еще до пандемии в 19-м году, и я вижу очень большое развитие инфраструктурное, это прям здорово, да, то есть, я приехал сейчас и увидел это сразу, что здесь есть большие изменения, то есть, либо в России мы как-то восстановились, да, то есть, либо здесь какой-то рывок происходит, я не знаю, несмотря на пандемию, здесь стало все лучше, да, вот это вот все вот Варламовская велодорожка, там вот эта вот вся история, общественный транспорт, все это стало намного лучше, да, то есть, и банальный комфорт какое-то проживание в стране повысился, вот, климат здесь прекрасный, да, то есть, инфраструктура Белграда хорошая, Белград хороший, крупный город без компромиссов, да, то есть, и после Петербурга я не чувствую какой-то отразительной разницы, да, то есть, ну, и последний, самый, наверное, навесомый аргумент, мне просто нравятся сербы, да, то есть, и сами по себе, это, ну, как мне кажется, пока что, надеюсь, это также останется мнение, да, что они просто классные, да, то есть, как люди, и мне нравится находиться среди них. что из минусов для себя подчеркнул? Из минусов пока сложно сказать о каких-то минусах, потому что я пребываю в такой эйфории только что прибывшего человека, вот, и пока еще, пока еще не понимаю, пока еще ни с чем явно не столкнулся из того, чтобы мог отнести к минусам, ну, может быть, где-то грязновато для людей, привыкших там, к вылизанной там, Европе, да, то есть, может где-то что-то не доделано, да, то есть, как-то именно вот визуально, но что касается там взаимоотношений с государством, еще у меня нету релевантного опыта, еще впереди мое, как бы, ну, моя легализация здесь, поэтому пока вот обратной связи на эту тему нет, есть только вот то, что я вижу вокруг себя, да, то есть, и улучшения есть, но может быть, для людей, привыкших там, я не знаю, там, к Хельсинки, Праге, там, или каким-нибудь таким городам, здесь будет немножко, может быть, не так красиво, но это, опять же, на вкус и цвет. Окей, что скажешь насчет того, что надолго ты планируешь, надолго ты покинул Россию, планируешь ли возвращаться? Я думаю, что я покинул Россию надолго, я возвращаться пока что не планирую, конечно, все это может измениться, потому что что-то здесь может пойти не так, да, то есть, у меня еще впереди не настолько ясные здесь, как бы, перспективы, да, то есть, есть определенные, как бы, черные лебеди, которые могут возникнуть, вот, но, в общем и целом, мне бы хотелось в Россию не возвращаться, я бы так скажу. Хотелось прям даже? Ну, наверное, да, вот, вот, в текущую Россию, в таком ее виде, я бы не возвращался. Сколько лет? Пять? Есть? Этого мы не знаем, этого мы не знаем, этого никто, к сожалению, не знает, то есть, большой путь нужно проделать этой стране, чтобы она снова стала для меня привлекательной. Расскажи свое примерное будущее, ты его планируешь, типа, надолго, пока в Сербии, типа, год, там, два, здесь обустраиваться? Да, да, я планирую конкретно оставаться здесь, растить здесь детей, скорее всего, да, опять же, если по пути не возникнуть чего-то, о чем я сейчас не знаю и что мне помешает это сделать. Получать гражданство, учить язык? все так, все так. Учить язык это первым делом, да, то есть, как только я закончу свои дела с ВНЖ, я вступлю к этому сразу. Ребята, если вы думаете переезжать или нет, переезжайте и ничего не бойтесь, я понимаю, это могут не все, я понимаю, все находятся в разных ситуациях, но если у вас есть для этого ресурс, используйте его, вы не пожалеете и Сербия это как раз отличный вариант, он может быть менее популярный, чем Грузия или Армения, может быть, он чуть более сложный, но это однозначно того стоит, потому что географическое положение, климат, какое-то развитие в этой стране дадут вам комфорт проживания и главное спокойствие, и главное безопасность. Это тоже очень важно, что здесь, когда я приехал, я ощутился от безопасности, потому что всего этого здесь нет, что есть у нас, к сожалению. Те, кто не уезжают, они находятся сейчас под каким-то очень большим давлением, вот, большим, чем даже те, кто уезжают, вот, потому что оставаться сложно, оставаться страшно, я это знаю, я не так давно приехал, и, ну, здесь пожелаю только одного, спокойствия и терпения, потому что это единственное, что сейчас нужно, потому что по большому счету сделать что-то явно нельзя, то есть берегите себя, нужно вот такое пожелание. Привет, мы из России, выбрали Сербию, потому что это промежуточная локация в нашей дальнейшей релокации. Ну да, мне работодатель просто предоставил возможность релацироваться в Европу, вот, а Сербия это просто как промежуточная локация, просто нам поставили условия, условия, дедлайн до определенного числа покинуть страну, Россию, ну, пока они не развернулись еще более серьезные санкции и все вот это вот, поэтому, да, мы уехали, собрались и сейчас ждем, пока оформляют мне рабочие люди. Именно Белград, в котором мы находимся, он очень размеренный, он очень спокойный и люди здесь очень дружелюбные. Мне кажется, самое то для вот расшатанных нервов по уехавших россиян последние три месяца, да? Это точно. А ты думаешь, потому что это русские к вам или просто сербы такие они? Мне кажется, просто сербы такие. Да, но по мне не скажут, что я из России, поэтому... Они не спрашивают, откуда мы, ну, то есть им не важно инифицировать нашу родину, чтобы, допустим, нам помочь чем-то, не знаю, там приятно пообщаться и с тобой прочее. Так, плюсы, то, что дружелюбные люди что-нибудь еще заметили, там, еда, жилье, может быть. Еда, да. Соотношение цена-качество, еда достаточно дешевая и очень вкусная по сравнению с тем же Петербургом. Это абсолютно две разные. Если сюда ехать как к туристу с определенным пониманием соотношения ценников, да, и валюты, там, динары к рублю, здесь, там, два раза дешевле практически везде, да, что мы заметили. Но, как мы пообщались уже с местными, если здесь именно работать, получать ВНЖ, то уже приходится, наверное, в чем-то сжиматься. Погода, жарко, не нравится. Мне нравится. Мне нравится, это минус, да. Что-нибудь может еще? Вот с жильем говорят, что оно дорогое здесь. Правда, неправда? Ну, на самом деле, да, мы сняли Airbnb, получается, на два месяца, но нам влатила компания. Но и в целом это дорого. В целом это дорого, Да, эти цены очень скакнули и местные тоже говорят, что из-за того, что очень много мигрантов, рабочих, и на ВНЖ, которые остаются, цены здесь на услуги, на проживание, даже если это не говорить про Airbnb, но все подскочило. Ну, то есть, в этом есть, конечно, элемент недовольства местных жителей, но не в сторону именно тех, кто приехал сюда, а в сторону просто, может быть, там, чиновников, да, или, в общем, тех сервисов, да, которые допускают просто этот рост цен и никак не контролируются, потому что местные тоже страдают. Возвращаться, на самом деле, в планах таких у нас нет, потому что не уверен, что в этой стране для нас возможно будущее как таковое. Да, я согласна, что я уже не рассматриваю вообще шанс вернуться, только если мертв, режим падет и что-то изменится. Но это, мне кажется, не ближайшие, там, 10-15 лет, поэтому я не рассчитываю. 20 лет у вас не будет в Россию и планируется уже. Ну да. Ого, расскажите про свое ближайшее тогда будущее, что вы планируете, куда, где, надолго, где обосноваться? В Испании там работать, получать ВНЖ. Насчет того, получать ли там гражданство, пока не знаем, посмотрим, потому что никогда не стремились жить. Гражданство в Испании получать я не хочу. Да, в какой-нибудь другой стране. В Еваниле плюс 10 градусов и это очень жарко. Все-таки более северные люди такие. Ну да, мы планируем обосноваться в Европе на долгое время, получить гражданство, все услуги для людей. Но не испанское. Не испанское. А почему? Во-первых, климат. Там жарко и мне не нравится. Нам не нравится. Ну да, плюс 10 в январе это как-то это матч для меня. Почему-то мне кажется, что вы это обсуждали, что кто-то не хочет в Испанию. А, ну мы это обсуждали, конечно, да. У нас железно, что в Испании мы оставаться долго не будем. Ну да, есть все-таки пункт, что там полтора-два года как-то ассимилироваться, получить все необходимые документы, вот, а дальше уже посмотреть в сторону более северной Европы. Все так. Все так. Если вы надумали переезжать, то переезжайте, держайте, дерзайте. Такая возможность выпадает не часто. И, возможно, в скором будущем ее как раз-таки и не будет. я бы сказала, что если у вас есть возможность, то, в общем, делайте этот прыжок веры. Это страшно, это некомфортно, особенно если вы там коренные жители своей страны, своего города. Но это того стоит. Если у вас нет возможности, такой, у меня очень много таких людей, которые остались там, мне пришлось их оставить, да, мой самый близкий круг людей, общения, держитесь, мы за вас. И на самом деле хочу, возможно, предупредить, что основной стресс по поводу переезда будет именно в России. Когда вы приедете уже на точку, возможно, промежуточно, этот стресс спадет, его как рукой снимет. У нас в этом случае было так. Да, согласна. Последние месяцы перед переездом были самые тяжелые, когда перелеты отменяли, переносили, постоянно какая-то непонятка с документами. Стоило приехать сюда, понять, что все, мы заселились, мы уже начинаем процесс сбора документов для дальнейшей релокации, 50% напряжения просто ушло по щелчку. Это было с тобой. Это так. Как реагировали ваши близкие, знакомые, семья ваша, что вы уезжаете и как минимум походу на 10-15 лет? В моем конкретном случае я всегда знал, даже по окончанию школы, что я в России не останусь, что я уеду в Европу куда-нибудь в другие страны. Ну и своих родителей и родственников я всегда к этому готовил, что у меня здесь в скором времени не увидите. И внуков точно здесь не увидите, в России. Да, но у меня немножко другая ситуация. Я очень тяжело пережила и, наверное, до сих пор переживаю сам факт того, что я многое оставила в России, в Петербурге, потому что на что-то я положила очень много своих личных сил, времени, здоровья в каком-то случае, финансов. Мне было очень больно все это оставлять. И в какой-то момент мне показалось, что пока я ждала всех этих документов, подтверждения рейсов, мне казалось, что жизнь идет как-то мимо меня, а я всех в этих процессах. Касательно того, как это реагировали, кто-то счастлив за меня. Более близкий круг моих родственников, допустим, родителей, они, конечно, очень грустят, думают, что лелеют надежду, что я все-таки вернусь. Но пока я не могу им этого предоставить. Ты им говорила, что ты вообще прям не собираешься. Они не верят просто. Они надеются, что я все-таки вернусь, что я как-то одумаюсь, либо когда закончится, например, война в России, и что станет лучше, и мы все-таки вернемся. Но... Так сказать. Убойся. Да быстрее, да уезжай. Давай, давай, давай. Да. Что я хотела сказать, я уже забыла. Ну, а насчет того, что когда уезжала, я просто не верила. Да, просто у меня, например, родители они уже пенсионного возраста, они лелеют надеждой, что война закончится, и резко станет все хорошо, да, и мы, может быть, вернемся. Но я в этом вообще не верю. Мне кажется, как бы скоро это все не закончилось, последствия, которые там экономические, политические, люди будут разгребать еще очень-очень долго. Вот. и это вообще не рисует мне какие-то перспективы там. Спасибо. Тем более, мне важна свобода. Свобода говорить, а не быть посаженной в тюрьму за белый листочек, да, на моем окне. Свобода самовыражаться. Не важно, это будут репосты, это будет какой-то внешний вид, то, что я говорю, и, не знаю, это могут донести мои коллеги-друзья. Мне очень важно именно чувствовать себя спокойно, безопасно, когда я вижу полицейских, да, на улице рядом со мной и свободно. Это главная причина, почему я все-таки решила уехать. Меня зовут Сережа, я из Санкт-Петербурга. Уехал из-за того, что компания, в которой я работаю, закрыла офисы юрлиц в России, хотя это изначально на самом деле российская компания, но сейчас она уже международная. Но российский рынок, да, пришлось покинуть, во-первых, из-за усложнения логистики и получения лицензионных, лицензионного программного обеспечения, которым мы пользуемся. Во-вторых, просто потому, что, ну, небезопасно вести бизнес в конторе, которая открыто выступает против войны в условиях обновленного уголовного кодекса, так сказать. Она открыто прямо выступала? Да, она и в соцсетях писала, и у нас, как бы, никто сильно не скрывает свою позицию. Процентов 15, наверное, сотрудников остались в России. Ну, то есть, всем, кто готов был переехать, всех реализировали, просто у всех разные ситуации жизненные, у кого-то больные родственники, с которыми никак не переехать, у кого-нибудь какие-нибудь дети с специальными потребностями, которым сложно резко найти школу. Ну, в общем, разные бывают случаи. Но, там, людей, которые бы остались из-за того, что они поддерживают войну, может, конечно, какие-то единицы есть, но про таких я не слышал у нас в компании. В общем, да, стали перевозить сотрудников. В принципе, у нас были европейские офисы и так в Мюнхене, в Амстердаме, в Берлине, в Праге. Но, во-первых, не у всех есть возможность, не у всех такие ЗП, чтобы себя прокормить в Мюнхене или Амстердаме. Это, ну, это как бы основные офисы, куда реализировали, потому что больше всего места в офисе есть. И решили открыть несколько новых офисов в странах с разной стойкостью жизни. Выбрали в итоге Армению, Сербию и Кипр по взрастающей как бы по стойкости жизни. Я решил ехать в Сербию, потому что на Кипре мне кажется, мне было бы просто скучновато. Там немножко другой темп жизни, у чего уже жизни. Там это как такие распластанные по побережью большие достаточно глухие города в плане того, что такая средиземноморская деревня не особо живые. Они там есть какие-то точки концентрации у него, а не какие-нибудь променады, доли набережных, но такого вот живого города, как тут, в Белграде, ты там не найдешь за редким исключением. А если найдешь, то там в центре, короче, бешеный денег стоит аренда. И чем ближе к морю, тем дороже тоже аренда, поэтому... Ну, в общем, я как-то пораскинул еще климат там. Климат я, правда, не ожидал, что здесь такой жаркий будет, но в любом случае туда не хотелось ехать за слишком жаркого климата. Осенью, зимой там вообще говорят, отвратительно, потому что паромозглос моря. В общем, выбрал Белград, потому что ну, здесь, по сути, ты выходишь из дома, все, ты в Юра. То есть, это привычная среда, привычный такой движовый город. Соответственно, уехать решил, потому что, во-первых, было стрёмно терять работу в такой, в такой период, потому что вообще очень много работодателей в IT из России ушли, и, соответственно, можно было просто не найти, грубо говоря, сходу подходящую работу, потому что много, много кто там уволился из-за того, что компании ушли, и, соответственно, конкуренция резко на рынке за места оставшаяся возросла. Ну, и просто мне на самом деле в моей компании интересно и комфортно работать, поэтому мне не хотелось там ни команду терять, ни какой-то привычный образ трудовой жизни. Плюс мне очень нравится, когда ты не можешь вслух даже выражать свою позицию не то, что на улице, а даже там в соцсетях. в таких условиях мне некомфортно, и поэтому да, это тоже одна из причин, по которым я уехал. А сложно было уезжать? Ты вот говоришь, что там кто-то не мог уехать из-за болезней, родственников, прочего-прочего. Тебя как было уезжать? Я, во-первых, моложе, у меня там только 25, у меня там семьи детей нет, есть девушка, с которой 5 лет, но мы сейчас временно как бы на расстоянии, она приедет сюда в августе, я подозреваю. То есть у меня меньше сдерживающих факторов, во-первых, во-вторых, просто ты легче на подъем к этому до индустрии адаптируешься и так далее. В-третьих, я достаточно много путешествовал в своей жизни, то есть я был там и в России от Мскова до Камчатки, и по Европе катался, и в Америке был, и для меня, ну, у меня просто есть пара коллег, которые сейчас сюда приехали, которые вообще за пределы Ленобусы, грубо говоря, не выезжали в свою жизнь, и для них это немножко такой шок, то есть выбрасывают в воду, научился плавать, научишься, научился... Шок не город, а шок переезд, да? Шок переезд, потому что ты переезжаешь... Ну, во-первых, вообще никогда не летал на самолете, да, тут ты летишь через там с 8-часовой пересадкой в Дубай, в Белград, в котором ты вообще никогда взглянитесь не был, вот в городе тоже, чужая языковая среда, но в общем, для них это должно было быть, наверное, тяжелее, чем для меня, потому что я все же привык ездить. Я уехал сначала в Грузию вообще сам, то есть, ну, там компания выделила некоторое количество средств для тех, кто не чувствовал себя в безопасности после начала военных действий, пока не было точной стратегии на локации, сказали, типа, едьте куда-то, где вы можете там, ну, со спокойной душой работать более-менее, если там не справитесь, ничего страшного, просто чтобы вам, типа, было спокойнее, вы там сохранили свое внутреннее здоровье. С девушкой мы сначала вместе уехали в Грузию, и мы там, как бы, вместе продумывали, какие у нас следующие шаги, а там вернется или на Россию или поедет сюда со мной. И отчасти из-за того, что ей нужно помогать маме, и я, как бы, им помогаю с мамой финансово дистанционно, мы решили, что ей нужно вернуться. У нее там старая больная собака, плюс она образованием занимается, сейчас дополнительно мучиться на 3D-генералиста, ну, то есть, как 3D-модельщик общей практики, переводя на русский, как бы. И это, в принципе, можно было бы делать дистанционно, но понятно, что все эти разъезды, переезды, получение документов и прочего, это выбивает из учебного процесса и, в принципе, из жизни. Поэтому показалось, что пока проще ей будет тестаться там, тем более, что я в следующем году, возможно, снова буду переезжать и там уже это, вероятно, более постоянная будет точка. То есть, я, скорее всего, перееду в Берлин в следующем году и тогда уже туда я постараюсь ее перевезти, потому что там больше не будет никаких снова претурбаций, снова получение, что будет джем, всего. И чтобы два раза за год ей это не проходить, у меня-то особого выбора нет, у меня есть возможность просто там побыть пока в России, приезжать, когда ей удобно. Поэтому решили, что она пока останется. Родители, ну, конечно, расстроились, что они меня реже будут видеть, но они поддержали мое решение, поняли ситуацию. Так что, ну, тяжело было прощаться с с друзьями, но часть из них и так, в принципе, разъехалась. Тяжело было прощаться с группой, потому что я играю в музыкальной группе и дистанционно, конечно, ваши возможности весьма ограничены, потому что ни живых концертов не дать, ни вместе не порепетировать. Понятно, что все равно композиции вместе заниматься дистанционно возможно, мы будем стараться, даже в этом году, возможно, еще что-то выпустим. Но это сильно меняет и формат, насыщенность, конечно, такого просто взаимодействия, поэтому я очень скучаю. Конечно, много русских сейчас здесь в Сербии, поэтому нету полного отрыва от привычной социализации. Я, как бы, с иностранцами здесь хожу на какие-нибудь language cafe, на английском и прочее, общаюсь. Но все равно родную речь, родной культурный бэкграунд все это в общении очень большую роль составляет. и не могу сказать, что это потеряло здесь, потому что здесь уже много русских приехало. По городу скучаю, да, по Питеру, по привычному какому-то укладу жизни, то есть может быть, это некоторый конформизм во мне такой, типа в своем болоте тепло, уютное и хорошо, но когда у тебя на бытовые вопросы не уходят дополнительных каких-то моральных сил, потому что все уже вставлено довериться, у тебя больше остается сил на то, чтобы заниматься чем-то другим. И поскольку у меня было интересно, у меня была там и работа, и группа, и друзья, и ну, важно было для того, чтобы все в жизни было устроено, так что у тебя максимальное количество сил времени осталось. а сейчас все еще немножко бардак, то есть слава богу, документы в ВНЖ ушли, может быть, в июле наконец получу. Сейчас я вообще не трудоустроен получается, потому что нам герлиться нужно было компании закрыть в начале июля, ну, по крайней мере, подать на ликвидацию, а здесь задержалось оформление сотрудников, и поэтому получился промежуток между тем, что я в России уволился, а здесь до тех пор, пока я разрешение на работу не получу, я сотрудником не считаюсь, поэтому я сейчас как бы в субборном полете. Мне здесь не нравятся заперкованные тротуары, это просто, конечно, мне особенно на районе здесь это полный парадак, выглядит отвратительно, постоянно приходится под автобус бросаться, чтобы пройти по тротуару. Мне здесь не нравится блин, приходится придумывать, потому что на самом-то деле здесь не так плохо. Давай плавник. мне здесь после Грузии чуть меньше нравится кухня, то есть плескаивается, конечно, с чебап все нормально, но просто плескаивается эта местная национальная котлета, такая меньшая, плоская, разных размеров бывает, и ее в пите с овощами собирают в такой вот ну как большой гамбургер, но он немножко другого формата. Это основной, наверное, национальный фастфуд тут. Не, это вкусно, вообще никаких проблем, просто на контрасте после Тбилиси, где у тебя вообще просто гастрономический рай, немножко скудно казалось. Но это, опять же, я придираюсь, то есть никаких серьезных проблем. В любом случае есть хорошие рестораны, там в доставке работают, что хочешь. Что у меня здесь еще? А, после Тбилиси еще тоже забавно. Там ты внешне отличаешься от местных, там и по акценту, даже если начинаешь говорить на английском, все равно, ну, и по цвету кожи и так далее. И тебя не путают с местным, тебя понимают, что ты приезжий. А здесь, как бы, поскольку мы с сербами не сильно по-разному выглядим, то есть много сербов, которые там тоже как я выглядят. И из-за того, что произношение у нас, если ты пару слов даже на сербском выучил, то не сильно фонетика в языках отличается, тебя по паре слов не спалишь, что ты не местный. Поэтому с тобой сразу начинаешь парить, типа, как будто ты должен все понимать. Дальше такое, извините, по-сербски я не говорю. Здесь есть это слово «полако», которое означает типа «не спеша». Оно, в принципе, я так понимаю, в шутку распространяется на весь такой сербский образ жизни, ментальность. И местами в бюрократической сфере, видимо, полако тоже случается. Но единственное, чего реально в местной бюрократии я не очень понимаю, это белый картон. То есть я в целом понимаю, что миграционный учет нужен, как бы все в порядке, у нас тоже есть, когда приезжаешь. Объясни, пожалуйста. Белый картон, это, короче, ну, в сущности, это как встать на получить белый картон, это как встать на миграционный учет. Это просто, по сути, бумажка, которую ты получаешь в полиции, чтобы ее получить, нужно обязательно прийти с гражданином Сербии, у которого ты, как бы, вписался, или у которого ты лидишь квартиру. подтверждающий, что то место, где ты живешь, это принадлежит ему, там дальше он свой ID дает, ты свой паспорт и тебе дают вот эту помощь. О том, что ты тогда ты приехал. Все бы хорошо, если бы не, во-первых, строгость присутствия непосредственно гражданина Сербии рядом с тобой, потому что много кто, особенно среди людей, которые арендуют квартиры, могут даже не жить здесь. Ну, то есть мне повезло, что мы не там хосты бы станут здесь, но у моих коллег были ситуации, когда они арендовали квартиру через посредника, сам владельец квартиры вообще сейчас не в стране, и чтобы получить белый картон, тебе нужно через тысячу опыта впрыгнуть. С ним ты просто не можешь в полицию прийти вот так лично. Плюс самая вот странная, наверное, часть всего этого прикола с белым картоном, это то, что у тебя есть после прилета, после твоего получения штампа в объезде, у тебя есть сутки на то, чтобы его получить. И как бы разные жизненные ситуации бывают. Мало того, что хоста может не быть, но у тебя еще дела могут быть какие-то срочные, или там, не знаю, в полиции закрыто отделение по какой-то причине. Ну, короче, что угодно может в этом мире случиться, что ты в первые сутки белый картон не получил. Я не знаю, правда, какие за это санкции, там, если ты не успел, я не стал рисковать, у меня получилось, но просто сама навязчивость, строгость этой процедуры немножко это обмешивает. Но без этого, без, я так понимаю, тем, кто приезжает как турист с проездом, кто не собирается тут на банковский счет открывать, не как-то регистрироваться, ничего, они, в принципе, могут забивать этот белый картон, где вам при выезде никто не проверяет. То есть, это скорее, если ты уже здесь остаешься, то с тебя его спросят и в банке, и в БНЖ, когда ты будешь подаваться, и, короче, где угодно. Вот это подмечали мои друзья здесь, но я, если честно, не заметил. Говорят то, что у сербов чуть-чуть меньше границы личного пространства как-то ощущаются. То есть, они часто в транспорте встают ближе к тебе, чем тебе было бы уютно, или в очереди куда-нибудь, так что даже касается, то есть, это мелочь, и я с этим особо не сталкивался, но просто, если что просит сказать, то вот, вспомнил такой вот зафигурс. А, еще есть, ну, короче, местами, особенно, зависит от района, бывает много цыган. Вечером немножко стрёмно из-за этого может быть, днем просто подвешивают, потому что они могут своих детей использовать как слезовыжималку для того, чтобы ты им дал денег, которые все равно непонятно куда и на что уйдут. Ну, я с собой тоже не сталкивался, то есть, видел пару раз, но не так, чтобы меня это прям тревожило. А стрёмно только из-за этого, то, что они, типа, детей используют? Нет, я говорю, что вечером стрёмно, потому что есть, ну, они могут там оборовать, и здесь есть еще какие-то вроде какие-то законодательные меры по их охране, что в принципе, наверное, хорошо, типа, это очень главная группа населения, поэтому как-то их социально поддерживать нужно, но есть проблема в том, что если они тебя провоцируют на конфликт, то они будут в случае выяснения отношений в суде или где-то иметь какой-то рычаг того, что ты привел к ним агрессию, от которой они там как-то законодательно защищены или что-то в этом роде. Но я вот инфа не сотка, потому что, опять же, ты просто вбаливаешь подслушивающий этот разговор, это не достоверная может быть информация, но это из-за того, что я слышу, как-то так. Понятно, да, что не детей боишься. Вечером боишься одного, он просто раздвигает женщины с детьми. Еще что-то вспомнишь из минусов? Почему все прям минус? Может быть, цены. Да цены как цены, не знаю. На жилье большие цены? На жилье большие цены не потому, что они здесь, природа большая, опять же, из-за того, что просто рынок недвижимости немножко не выдержал, не рассчитывал на такие резкие приливы эмигрантов, поэтому они удвоились, грубо говоря, по сравнению с тем, какие они были полгода назад, потому что здесь местные говорят. То есть, то, что я здесь снимаю, можно было евро за 350, наверное, снять зимой еще, а сейчас 600. Ну, как бы. окей, давай про плюс, что тебе тут нравится, что тебе прям вообще? Мне здесь нравится, в городе много жизни, можно в Калиме там вечером пойти, куча шумных компаний, в тебя что-то болтают, упивают, здесь достаточно много, даже если ты местный язык не освоил, достаточно много, ну, мультикультурный такой город, много иностранцев, поэтому много ангоговорящих таких комьюнити образуются, встречаешь людей со всего света, просто с кем-то я уже там подружился, несколько раз кто-то ходил, на квизы какие-нибудь или что-нибудь такое, что еще нравится, в принципе, неплохое покрытие общественного транспорта, и он в большинстве в своем весьма приличный, есть, конечно, старые какие-то явности югославских времен, еще оставшиеся по-русу желтые такие автобусы, в которых нет кондея, и когда здесь плюс 38, они превращаются в душегубки. Некоторые даже говорят, что транспорт бесплатный. Не, это не так. Транспорт не бесплатный, то есть я знаю даже, к сожалению, среди коллег людей, которые просто, ну, здесь нет контролеров, которые перманентно в транспорте, в принципе, так, в большинстве стран Европы, в которых я был, система устроена так, то, что у тебя есть либо система оплаты автоматическая какая-то в транспорте, либо у тебя просто есть при себе какой-то документ, подтверждающий твой право на проезд, и ты можешь попасть на облаву. Ну, короче, просто проверку того, что на какой-то остановке заходят в пару дверей контролеры с двух сторон идут, проверяют, у всех ли есть карточки, все ли приложили билеты, если их нужно прикладывать куда-то и так далее. И достаточно большой штраф, то есть там здесь вроде бы в размере 5000 динар, то есть это где-то 2500 рублей, я считаю, по нашему волшебному курсу. И да, короче, из-за того, что шанс попасть на такую проверку, он в принципе там один из десяти поездок, может быть, даже реже, то народ часто там либо катается не оплачивая, либо когда это замечает, что сейчас там контролерная станция просто выходит, но я такое не люблю, не поддерживаю, потому что ну транспорт, городской транспорт приличный, мне как бы жабы не душит, более 89, динар за проезд отдать, это не так дорого, за то, что они его поддерживают в хорошем состоянии, в общем, да, поэтому я плачу за транспорт, считаю, что он того стоит. Город разношерстный в плане архитектуры, потому что ну он один из самых по статистике один из самых разбомбленных, много раз разбомбленных городов вообще Европы, и каждый раз, получается, даже в центре отстраивалось сразу что-то новое, и из-за этого можно там буквально площадь республики, самая центральная площадь, что-то можно встретить как здание такого классицизма 19 века, там национальный театр, какой-нибудь, да, линцеменный музей, напротив сразу брутализм такой титовский, еще напротив какой-нибудь австралиян успели ничего не построить, ну, короче, очень много стилей, и оно не смотрится несуразно, оно как интересно такое, вне говоря, смотрится, ну, и богатая история просто еще и у города, потому что он такой на слиянии двух серьезных европейских рек всегда был стратегический точка, из-за него там все, кто мог, всегда боролись. И люди, как тебе тут? Люди, ну, здесь, знаешь, очень, очень развит плюрализм мнений, вот здесь вот все по-разному относятся там и к пойме, которая, действительно, была, и к ситуации в Косово, там, и к Вучичу, нет, нет какого-то, знаешь, такого ощущения, что всем вот одно и то же было объяснение, как надо думать, они так и думают. Здесь постоянно живая дискуссия политическая. Это интересно. Здесь люди, в принципе, русским рады, то есть, я не встречал каких-то, то есть, у них такое отношение у многих, что их нацию тоже в определенный момент времени демонизировали. То есть, во время югославских гражданских войн не они одни были такие ужасные и страшные, но в итоге за ними в основном осталась репутация как заглавную военную преступник, хотя были они со всех сторон. Это я сейчас не к тому, что, типа, перенося на на конфликт нынешний, там немножко другая ситуация. Но я просто к тому, что они не приветствуют чисто по национальному признаку какого-то отражения, что, типа, вот ты из той страны, которая развязала такую страшную войну, поэтому ты какой-то в меньшей степени человек. Нет, здесь такого нет, потому что сами они через это проходили и понимают, когда над тобой нависает, как бы, ну, грехи твоей страны, грубо говоря, над тобой висят. Первое время, честно говоря, я немножко потерялся, как приехал, потому что просто в Белиссе было много друзей, когда я там перед тем, как сюда прилетел, и сначала я что-то кроме работы не особо даже из дома выходил, но потом потихоньку я стал с городом знакомиться, больше гулять, больше ходить на всякие встречи, там, языковые кафе, где можно поболтать, там познакомился просто с интересными людьми, с которыми можно и отдельно куда-нибудь как бы в гости сходить, ходил на пляж на днях, тоже тут можно покупаться в садах Дуная, здесь на экскурсии, на экскурсию ходил на этой неделе, просто по городу пешую, какой-то такой постоянной деятельности себе помимо работать здесь пока не нашел, ну, то есть, либо спорта какого-нибудь, может музыкантов тут тоже каких-то найти, но думаю, со временем найдется, чем еще тут можно заняться. Заметил какую-то сербскую особенность, что они может любить отдыхать, выпивать? сербская особенность? Не, ну, в принципе, да, формат проведения вечера, как бы в кафане упивая ракию и рядом стоят музыканты и играют национальную музыку, здесь такое есть, в основном среди такой большой, постарше народ так развлекается, я смотрю, помоложе народ просто уже в стандартном формате по бару ходит, там, по клубам. Здесь достаточно живая клубная жизнь, насколько я слышал, я об этом ничего не понимаю, потому что в клубе я не особо хожу, но там просто по берегу Савы есть очень много клубов, которые прямо на воде как бы стоят, их целый ряд, и там прям ночная жизнь кипит. Из национальных особенностей... А, ну, с удивлением я узнал, что здесь очень сильная команда в одном поле, одна из сильнейших в мире, это и такой типа очень национальный спорт тут, неожиданно. Баскетбол здесь очень популярен, потому что сербы одна из самых высоких наций в мире. Я слышал, что здесь есть джим-сэшн, на котором можно, ну, как-то просто приходишь, импровизируешься с незнакомыми людьми. Я немножко, возможно, ну, нужно перебороть какой-то такой социальный страх, особенно незнакомому стране на такое пойти, потому что одно дело с музыцировать там со своими друзьями, с которыми тысячи раз уже сыграли, если бы вы понимаете, другое дело вот так вот. А что за друзья ты можешь сказать, что за группу можешь найти, послушать, как-то поддержать? Группа называется Формация Лимон, в ней играют три моих друга, с которыми мы с одной школой, знакомы еще со школой. Передать привет может? Передаю им привет. Да, передаю привет Диме, Коля, Сане и Петру Гачоу. Петр тоже уехал, Петр наш солист и автор текстов. Он уехал даже чуть раньше меня, он сначала в Узбекистан уехал к нашей подруге, потом перебрался в Тбилиси и сейчас там живет, работает. Ее можно, да, найти на площадках? У нас Лимон есть на всех площадках, которые, да, которые можно себе придумать. не знаю, Spotify, уйдя из России, интересно, не убрал, вроде как не убрал нас, но, наверное, только для пользователей заказов, вряд ли, что на русской группе стало тут выбирать. По группе, честно, скучаешь, да? По игре? Да, да, и по живым концертам скучаю, и мы буквально за пару дней или даже накануне начала войны у нас как раз была встреча, мы собирались летучку в такое планирование третьего альбома, стратегии, записи и так далее, в том направлении что делать. И вот были прям планы, и у нас последний год достаточно сильно, после второго альбома, достаточно сильно росла аудитория, больше народу ходила на концерты, там, и в Питере, и в Москве по сотке могли собирать, и больше друзей появилось, каких-то дружных коллективов, вот очень мы сблизились с командой Зной, московской группой, тоже очень рекомендую, они вот такой дарк джаз играют. Я очень хочу вернуться, я не уверен, что я вернусь до снижения режима, потому что, ну, мне сложно представить, что сложатся благоприятные обстоятельства для моего возвращения, типа улучшения, опять же, ситуации на рынке ТОДА-АйТи, или то, что моя компания решит вернуться, в идеале, конечно, если моя компания решит вернуться в Россию, то я точно сразу вернусь, но этого при Путине, я думаю, уже не будет. Вернуться, надеюсь, надеюсь, что застану изменения, смогу в них поучаствовать. А ты их вообще видишь? В потенциальном будущем? Да, я вижу, потому что просто такие режимы, как у нас, они слишком завязаны на одну персону, и у них никогда, у них нет будущего, потому что они никогда вперед и не планируют. Они планируют сегодняшним днем просто, чтобы продержаться, сегодняшний день простоять еще с этим человеком у власти, а никакого планирования вперед у них нет, поэтому они рассыпаются, как только этот человек уходит. Ну, по естественным или неестественным причинам. В принципе, все равно, но просто вот Касьянов, например, считает, что произойдет переход такой, два этапа сначала, ну, там даже, только институции наши условно становятся сразу исполняющие обязанности президента Мишустин, устанавливается тоже какой-то авторитарный режим, но в любом случае уже не такой глухой, как сейчас, там, на грамме татаритаризм, он не выдерживает дорастающего давления общества, потому что поддержка с уходом Путина рассыпается, и нужно будет чинить проблемы, которые он создал, и в итоге дальше, ну, как типа во время перестройки внезапно снова появляется там особое слово, и февраль изменений, и на этой волне просто все это сметает, и начинается очередная попытка демократии. Да как по твоему мнению это он ведет? У тебя нет ощущения, что, в принципе, большинство поддерживают? Нет, у меня нет ощущения, что большинство поддерживают, потому что, во-первых, мы всегда слышим громкие меньшинства, то есть ребята, которые прям реально топят за зад, это не большинство, большинство всегда, в принципе, не уверен даже, что только в России, я думаю, в принципе, так, большинство конформисты, которым проще встать на выигрывающую сторону, грубо говоря, то есть если тебе самому не очень интересно разбираться, то скорее ты встанешь на ту сторону, за которую твоих друзей не сажают в СИЗО, ты встанешь на ту сторону, которая тебе по всем официальным, ну, вообще всем доступным, кроме загнанных в интернет источником массовой информации сообщать тебе о том, что все идет по плану и завтра будет лучше, чем вчера. Просто если ты, как бы, не готов проводить ментальную работу, потому что разбираться, в чем, собственно, на самом деле происходит, то всегда проще примкнуть к тому, что кажется победителем. Но это не люди с твердой позицией, и как только поменяется повестка, у них точно так же все было и поменяется. То есть как бы достаточно одного съезда КПСС для того, чтобы Сталин внезапно перестал быть оцом на оценку. Так же. Как ты думаешь, через сколько твои оценки? Я думаю, что это все гадание на кофейной гуще, честно говоря. Но если чисто какие-то собственные надежды и то, как я хотелось бы это видеть, то я с трудом верю, что Путин переживет электоральный цикл 2024 года. То есть это будет критическая нагрузка для системы, которая в таком уже получаются 2-3 года тебя не будет в России? Ну да. Я надеюсь, что как-то так, что годы через три я уже смогу обвинуться. Я оптимистично смотрю и надеюсь, что Россия моя пенсия и Россия сейчас это совершенно два разных государства. И поэтому я бы старался строить свою жизнь, жизнь своих детей все же в России. Но сейчас чуть сложнее, конечно, предсказывать о том, как бы строились ей выйти из такой же ОПР. Даже со средним образованием наверное есть проблема в расслоении, потому что вот есть пучок реально серьезных школ, которые сложно поступить, потому что там сложно выступить в экзаменах, в которых там переводные каждый год, чтобы поддерживать всех в тонусе и следить за тем, что они просто просиживают парды. И эти школы там топовые результатами ЕГЭ участвуют в олимпиадах как вузовских, так и в международных математических и вот это вот все. Но это небольшой такой кластер. И все остальное среднее образование, которое недофинансировано, всем на него похер учителя завалены бессмысленной прикладыванием бумажек, бюрократии, которая вообще никакого отношения к процессу обучения детей не имеет. Дети, которые настолько же безразлично начинают относиться к этому процессу, потому что сложно учителю выдавать какой-то энтузиазм, когда, блин, он, по сути, больше занимается производством макулатуры, чем самим образованием. Когда у себя даже приличных туалетов в твоей школе, у тебя сразу создается впечатление о том, что что-то наверное нахер не так. Я рассчитываю, что это будет меняться, то есть возможно к тому моменту, когда мои дети в школу пойдут уже хоть что-то будет лучше. Во-вторых, я знаю, что есть места, на которые я рассчитываю, что я смогу своих детей отправить, в которых ситуация не такая удручающая, но это зависит, конечно, от их способностей, потому что туда чтобы поступить нужно немножко помучиться. В целом я для своих детей как бы видел бы дорогу в России. Просто я не могу угадать, какие у меня будут дети, какие у меня будут потребности, но ты спросил про идеальную картинку, в идеальной картинке у меня кажется, у детей не было проблем с производством в России. Последние пять лет, когда мы с группой потихоньку набирали успехов, у меня очень важную часть осознания какого-то смысла того, что я делаю, было в том, что я что-то приношу в огромный культурный пласт, который у нас есть, у нашей страны, что я тоже немножко участвую, особенно, когда ты выступали с Сергеем Летовым, брат Егора Летова, старший саксофонистом, очень известный, или когда с Николаем Рубановым, саксофонистом группы аукцион играли, было ощущение, что ты причащаешься ко всей этой великой культуре, что ты в ней живешь, и что ты можешь и даже сам что-то давать, и если мне внезапно скажут, что я от этого тормлив всегда, то это, конечно, будет большой удар. Давай передадим какое-нибудь послание нашим зрителям, которые, возможно, нас посмотрят из России. Сербия может подойти, во-первых, без виз, во-вторых, даже если здесь на ВХЖ, там не податься, в любом случае, можно периодически их заранить, просто 30 дней здесь можно быть, естественно, потом выезжаешь, там до Боснии два часа, выезжаешь обратно, снова может 30 дней быть. Поэтому в плане документов это несложно, в плане стоимости жизни не сильно отличается, мне кажется, от Санкт-Петербурга. В плане комфорта города, живости его, там наличия какого-то движешь, что посмотреть, куда сходить, тоже все в порядке, даже если сербский не знаете. там бывают какие-то показаны английскому какие-нибудь. А, вообще здесь почти все в кинотеатрах идет на английском сербском сфере, кроме детских каких-нибудь мультиков, которые звучат. Что еще пожелали? Не отчаиваться, даже если вы уедете, все равно Россию можно таскать с собой вот здесь и верить, что в нее можно будет вернуться не в том виде, в котором она сейчас. сохранять человечность и любовь к людям адекватности. Меня зовут Таня Гладышева, я приехала в Белград и Санкт-Петербург. Ну и, собственно, я там родилась, провела большую часть своей жизни. Правда, последние годы я довольно много времени проводила в Украине и хотела там остаться. Я не очень хотела жить в России довольно давно, но так получилось, что когда началась война, я была в России. И я уехала сюда, потому что для меня это было... Ну, помимо того, что я была не согласна с этой войной, я понимала, что у меня вообще не останется шансом никак проявляться и ничего делать, потому что я ну, хорошо знала устроена жизнь в России и уехала поэтому, ну и в том числе, потому что, конечно, для меня это еще была очень личная трагедия, вот, потому что я считала Украину своей второй родиной. Вот, а приехала в Белград только потому, что я здесь уже была в декабре 2021 года, мы приезжали сюда к друзьям в гости на пару недель и, ну, был какой-то уже, так сказать, похожий маршрут и нам было где остановиться первое время, потому что мы понимали, что у нас сразу свалится много проблем и поэтому мы 24 февраля проснулись, прочитали новости и перебилеты. Из родственников я в последнее время общалась только с мамой и сестрой, у меня родители развелись и с папой усложнились отношениям, вот, поэтому мне даже не особо интересовало его мнение на этот счет. Конечно, да, они меня поддержали, как могли, и было грустно, и было грустно очень, когда мы собирали вещи, потому что мы сдавали квартиру, и мы понимали, что, возможно, мы туда не вернемся, нам нужно по максимуму освободить, ну, и какие-то ценные вещи спрятать. и вот это было очень грустно, то есть это было реально похоже на то, что мы уезжаем в миграцию навсегда, там, с одним чемоданом, с наволочкой, с мылом, и, ну, да, что, что вот оказалось, что на самом деле, я поняла, что мы на самом деле так хорошо жили, что у нас столько всего было, много было, то есть у нас какой-то огромный шкаф с книгами, огромное количество блокнотов, рисунков, то есть какой-то личный архив, который мы не можем взять с собой, и в это вложено кучу смыслов и кучу историй, и все это остается. Ну, да, и каждый день были какие-то новости, одна, другой страшнее, и закрывали страны небо, то есть мы все время сидели и следили, не закроют ли наш рейс, наш рейс закрыли за день до нашего отлета, и нам пришлось покупать другие билеты, которые сильно повысились в цене, но, в общем, там, с помощью родственников нам удалось купить эти билеты, то есть как бы мы все время ждали, что что-то может произойти, и это было очень страшно, и я очень мало спала, потому что нужно было делать очень много действий, там, какие-то доверенности писать, когда еще нужно было сдавать ПЦР-тесты, считать, чтобы это совпало по датам, поэтому, да, я была немножко как зомби, и когда я села в аэропорт, в аэропорту в самолет, летели через Турцию, нас еще летели втроем, но меня посадили отдельно, почему-то, вот, и я плакала всю дорогу, из Стамбула почти, да, и тогда я прям почувствовала, что у меня больше нет дома, плюсы, по сравнению с Россией, наверное, они многим очевидны, то, что мы можем высказываться, ходить на митинги, и чувствовать себя относительно безопасности, это на самом деле тоже иллюзия, потому что те полицейские, которые охраняют женщин в черном, о котором мы сейчас говорили, и нас, они на самом деле, скорее всего, нас не поддерживают, женщины в черном, прекрасно знают, что они их ненавидят, и если... Что за женщины в черном, объясняйте. Женщины в черном, это такая организация феминистка, она существует здесь с начала 90-х, они регулярно собираются на всякие, ну, в челевые акции, они выходят в черном и просто стоят с плакатами около получаса, потом уходят. И вот вчера было одно из главных их событий в их деятельности, событий в году, короче, одно из главных событий в году, которое вот у них происходит, это акция в память Сребреницы, и они к ней готовились долго, потому что ожидали провокаторов. В прошлом году, вот по их рассказам, было 50 фашистов, которые пришли за час, по-моему, собрались на площади, как-то агрессивно себя вели. Вчера все прошло довольно спокойно. Ну, так вот, этих женщин охраняют полицейские, но они говорят, что если там как-то изменятся указы наверху, и кто-то даст команду, то они перестанут их охранять, и, может быть, даже начнут их атаковать, поэтому это тоже такая относительная иллюзия. Вот, но, конечно, по сравнению с Россией, последних нескольких лет там мы ходили на митинги, и нам регулярно приходилось убегать от полицейских, то есть это, конечно, гораздо спокойнее. Вот, мне в целом нравится Сербия, хотя поначалу, когда я приехала, я никак не могла успокоиться, и думаю, что это чувствовали многие, потому что мне казалось, что неправильно выбрала страну. Ну, точно такое происходит, и мою любимую страну бомбят. Я как бы сижу в стране, которая поддерживает Россию, и это такая очень странная позиция. Ну, потом, со временем, то есть мне казалось, что нужно срочно ехать в Украину и помогать, или поехать в Молдову, потому что она на границе с Одессой, и там тоже можно помогать. Многие одесситы едут туда, но чтобы куда-то поехать, нужны были деньги, денег, естественно, у нас не было. Вот. А потом, когда я здесь подольше пожила, я поняла, что, наверное, ну, это как-то неспроста, что судьба она закинула именно сюда, в такое неоднозначное и сложное место, предназначное в политическом смысле. И здесь очень много русских. Многие из них приехали, потому что они действительно не поддерживают войну, но эти многие, те, кто говорят, что они не поддерживают войну, они говорят только на словах, но на самом деле они ничего не делают. И многие из них уехали, имея какие-то средства к существованию, и они продолжают здесь жить, пытаются как-то наладить свои жизни и ждут, когда в России все вдруг удивительным образом станет хорошо, и они туда вернутся в свои квартиры, где им все-таки удобнее, чем здесь. Вот. И да, то есть они могут что-то говорить, но они, по сути, ничего не делают. Я говорю это, ну, потому что, во-первых, я общалась с какими-то людьми, я читаю какие-то паблики, читаю комментарии, смотрю, как думают люди. Я работала в уборщине, когда приехала сюда, я ходила убираться в разные семьи, довольно неплохие, но я видела, как они живут, я видела, какие у них приоритеты, вот, и понимала, что, ну, вот, как бы, отчасти эти люди, в том числе, виноваты. Мы все виноваты, и у каждого какой-то свой личный вклад в эту коллективную вину, но вот они виноваты тем, что они закрывали глаза на происходящее, и, ну, конечно же, большинство, они жили в Москве, и вот они думали, что, ну, вот самое главное, стремиться к какому-то индивидуальному комфорту, даже если они работали на каких-то сложных культурных работах. И сейчас вот они продолжают так же жить здесь, и мне кажется, что нужно работать в том числе с этой частью общества. Каким-то парадоксальным образом я чувствую здесь, то есть мне кажется, что я могу здесь почувствовать такую свободу, которую бы я, может быть, не почувствовала бы сейчас в европейской стране. Возможно, мое мнение не очень популярное, но Сербия, как многие замечают, напоминают Россию, там, середины двухтысячных по какой-то обстановке. Но это всегда очень-то важный знак, и это показать от того, что двигается очень большой кризис, если что-то принципиально не изменится. Пока я не вижу почему. Потому что бы это изменилось, но при этом это дает какое-то такое ощущение, как будто ты на детском, ну, не знаю, как будто бы ты подросток, и скоро прият родители, у тебя вечеринка, и ты допиваешь последнее пиво, и так уешь последние сигареты. И вот какое-то такое странное угарное ощущение странной свободы, которая проявляется, например, в том, что здесь все курят, не знаю, во всех ларьках продается алкоголь, и люди, в основном сосредоточены в каких-то таких генетических интересах, почему-то дает какое-то ощущение легкости и того, что, ну, какой-то свободы и легкости в принятии решений. ну, и из-за того, что еще очень жарко, нет возможности как-то сильно думать, и поэтому получается действовать быстрее. Мне нравится, да, еще мне нравится то, что это столица, я никогда не жила в столице, и это тоже очень интересный опыт почувствовать этот ритм, хотя, конечно, Белград меньше, чем Петербург, но все равно это столица, и это очень чувствуется. Меня очень устраивает то, как настроено сербское общество в целом, то есть даже не то, что они говорят, что Путин молодец и Ратко молодец герой, а то, что в целом оно довольно аполитично, здесь нет независимых СМИ, люди не очень интересуются тем, что происходит, и в том числе, конечно же, художники, и это то, что отличает Сербию от России в худшую сторону, даже от России середины 2000-х, потому что здесь практически нет никакого политического искусства, и да, какие-то молодые люди, которые занимаются чем-то культурным, но я все время говорю про это, потому что меня интересует эта тема, они могут быть настроены открыто, и могут казаться образованными и продвинутыми, но когда речь касается каких-то вещей политических, то они сразу, ну, то есть, сразу выясняется, что, в общем, что нет, что все, что угодно, только не политика. вот это меня очень расстраивает, то есть, когда такую позицию управляют какие-то люди более старшего поколения, у которых есть травма, это легче понять и принять, молодые люди, у которых есть интернет, и доступ к информации, и они этим не пользуются, то есть, это вообще очень странно, весь мир переживает из-за войны с Украиной, а сербы продолжают жить так, как ни в чем не бывало. В первый день так получилось, что я устроилась на работу, я работала в цыганской кафане, мы жили у друзей в деревне, там была цыганская кафана, я там некоторое время работала, одновременно у меня стали появляться еще какие-то подработки, я хотела убираться, то есть, я даже не пыталась найти какую-то удаленную работу, потому что там был плохой интернет, и, в общем, я просто понимала, что мне сейчас нужны деньги, и лучше я буду этим заниматься, ну и вообще это интересный антропологический опыт, вот, а потом я упала на работе, я ходила убираться в 300-метровый дом, который сняли люди, занимающиеся IT, и мыла стены, стоя на стремянке, очень опасно, я все время думала о том, что это опасно, но она подо мной сложилась, я упала, получила небольшие травмы, и, в общем, я поняла, что, ну то есть, я все время понимала, что это такая порочная практика, работать на богатых русских, которые на словах не поддерживают войну, ну вот как раз перед тем, как я упала, человеку, который убиралась, сказал мне, что он не читает новости о войне, чтобы не беспокоиться, я говорю, да, а вот я, если я ничем таким не занимаюсь, то, как бы, я беспокоюсь, когда я ничем не занимаюсь, и я как-то, ну то есть, там было очень много таких моментов с разными людьми, которые меня злили, но это было хоть последней каплей, и я подумала, что вот мы ходим на митинги, мы собираемся, мы все равно чем-то рискуем, а они хотят вернуться в Россию будущего, но они хотят, чтобы, как бы, эта Россия будущего получилась их руками, нашими руками, а они просто будут отсиживаться и зарабатывать деньги, нанимать людей, платить эти копейки, а потом они будут калечиться. Вот, я решила, что все, я больше этим не буду заниматься, ну то есть, у меня уже были какие-то планы, но я решила им отдаться полностью, сейчас я с друзьями занимаемся тем, что мы готовимся к фестивалю антивоенного искусства. Вот, да, и параллельно, ну вот, вечер песен полезаключенных, это мероприятие, которое мы организовали втроем, а гастрономический понедельник, где готовлю украинскую еду, там это было совместно с антивоенным сообществом заедно против рата. Вот, и у меня есть плане устраивать всякие культурные мероприятия, показывать украинские фильмы, читать всякие лекции, там какие-то концерты, поэтические чтения. Мне хочется, хотя это очень сложный вопрос, сейчас я просто общаюсь с украинскими художниками, и есть разные позиции по этому поводу, имеют право люди с российским паспортом использовать сейчас даже в хороших целях украинское искусство. Большинство людей ну, относятся к этому положительно, считают, что да, конечно, но есть люди с радикальной позицией, которые считают, что украинское искусство должны представлять только украинские деятели, и что нам нужно самим осмыслять свою вину и свою травму. Вот, но я все равно хочу этим заниматься, я хочу показывать украинские фильмы и рассказывать об украинской литературе, украинских художников, и этим самым я не знаю, что из этого получится, потому что, например, одно модное пространство нам отказало в показе украинских фильмов, другое согласилось, мне хочется этим, то есть, конечно, это все будет на русском или английском, потому что мы пока не знаем сербского, да, мне хочется привлекать вот этих вот людей, которых есть деньги, которым хочется как-то культурно проводить время, но ходить на митинги, как бы, они не готовы, вот, а это как бы был такой довольно популярный способ досуга в последнее время в России, хотеть там слушать интеллекции в каком-нибудь приятном месте, то, что какую-нибудь музыку, в общем, как-то культурно развиваться, и я хочу вот таким образом как-то привлекать, в том числе, ну, конечно, было бы очень здорово, что-то ходили сербы, в том числе людей из России. Да, я приехала с мужем и сыном, и я решилась работать, да, но мы купили билеты, потому что не могла продолжать ее за границей, а у моего мужа художник был проект не связанный с Россией, он рисует комикс, но там зарплата его была очень скромная, даже для российского комиксиста, но у него сохранилась эта работа, и, в общем, как бы у меня 16-летний сын, муж и я как бы настроили, и понятно, что нам нужны деньги, и... но мы уехали, и ни на минуту об этом не пожалели, вот, не знаю, как в других странах, но есть очень много возможностей, чтобы заработать деньги, и я одно время читала всякие мигрантские паблики, где люди рассказывали свои истории релокаций, и... мне... было это очень сложно читать, потому что большинство людей, которые уехали, они, ну, имели какие-то средства, то есть они могут сказать, что они вообще не богаты, но по сравнению с тем, как жили мы, они мне казались довольно богатыми, и... я понимала, что это очень большая привилегия уехать, но потом я через этот паблик нашла одну девушку, мне очень понравилась всю историю, потому что они уехали с парнем, у них было 100 долларов, и я ее нашла, она тоже приехала сюда, и она сейчас даже моя соседка, мы подружились, и потом уже я стала встречать таких людей, которые уехали без всего, никуда, потому что даже если у них сейчас есть работа в России, то... ну, это как бы очень странно заниматься такими вещами, которые уже мертвы, потому что, ну, это очень скоро все изменится, и все будет гораздо хуже, и поэтому лучше как бы приехать, и сказать, какой-то дискомфорт, начать что-то строить, что имеет какие-то перспективы, вот, и да, если вы туда ничего не боится, тем более, что есть такое огромное количество возможностей, я три раза обращалась к бесплатному психологу из Ковчега, и он мне очень сильно помог, и у меня просто появилась куча ресурсов, вот, но в каких-то странах есть какие-то места, где можно бесплатно пожить, ну, куча, в общем, сейчас встречата взаимопомощи, и люди, которые переживают, что не оставят своих друзей, конечно, это грустно, но, во-первых, есть интернет, или можно позвать друзей с тобой, а кроме того, здесь, ну, проблем с общением, по-моему, здесь ни у кого не возникает, потому что людей очень много, и можно найти любого человека по своим интересам, взглядом. Как бы это ни было сложно, все-таки стараться не отгораживаться от того, что происходит, не делать вид, что, как бы, их нормальная жизнь продолжается, а погружаться в страшную информационную повестку, в боль, вот, и, ну, стараться жить так, чтобы все-таки их совесть была чиста.